Славянская радио Всем здравия, с вами Народное Славянское радио Сегодня у нас 9 марта 2016 года По одному из современных календарей Среда, по одному из старинных Восьмой день месяца пробуждения природы 7524 лета, пятница И мы начинаем наш живой эфир Который будет посвящен теме Методы фальсификации предметов культуры и искусства Главные соведущие Феденко Леонид Григорьевич Добрый вечер, Леонид Григорьевич Добрый вечер, уважаемые радиослушатели Добрый вечер, Алексей И Тяжлов Юрий Алексеевич Приветствую, Юрий Алексеевич Добрый вечер всем Хочется сразу отметить, что Леонид Григорьевич Автор книги «Планета лжи» Вот как раз, наверное, основываясь на В частности и на материалах, которые Изложены в этой книге, мы будем Сегодняшний эфир наш строить Но прежде чем начать эфир Как всегда, надо представить нашего главного соведущего И кто же это сделает не лучший Как самый его хороший знакомый Один из лучших, может быть, друзей Я не знаю, какие там отношения Лучшие, не лучшие Но один из друзей Юрий Алексеевич Итак, Юрий Алексеевич, пожалуйста, тебе микрофон Представляю, Леонид Григорьевич Ну, мы с Леонид Григорьевичем знакомы уже давно Вот, уже неоднократно обсуждали эти вопросы Фальсификации предметов искусства и культуры И вот я тут хочу немножко разъяснить позицию Дело в том, что сейчас очень много информации Которая описывает искажения исторических документов А вот в отношении предметов культуры и искусства Информации не так много Об этом писали Вот Леонид Григорьевич, он расскажет Как бы писали некоторые авторы Вот, но что здесь интересно Во-первых Об этом молчат историки То есть они ориентируются на Непосредственно исторические документы То есть исторический подход и так далее А в то же время Предметы искусства и культуры Они Выдают Как бы Выдают определенную Такие культурные особенности Определенный Такой технологический подход Который существовал в определенное время И получается Даже так, что Они могут являться более Точным таким историческим Источником И чем иногда документы Которые Как бы подделываются В первую очередь В этом плане Ну, уже были у нас тут Беседы И шла речь О Радзивиловской летописи Что там Самая главная страница В общем-то Которая написана Приход Трюрика Она носит следы поддела Вот На которую опираются В последствии В других документах Наши историки И Здесь вот Видно, что Через предметы Искусской культуры Видно, что Сложно подделать Особенно те Предметы Которые Высокотехнологичны То есть И В общем-то В результате Они носят следы подделок То есть Через это Можно обнаружить Вот такую Что подделка Имеет Массовый характер И Уже давно Как бы Леонид Григорьевич Он написал Одну часть книги Он пишет Вторую часть книги Вот И надеюсь Он там Раскроет нам Определенные вопросы Которые я еще не слышал Как бы Более интересную Какую-то информацию Даст Значит Здесь еще В фальсификациях Фальсификации Предметов Культуры Искусства Есть такой способ Выдать Одно за другое И Могу сказать Что Почему интересно Рассматривать Этот вопрос Потому что Количество Исторических Документов Не такое большое А Когда Пытались Фальсифицировать Историю То Пришлось Массово Фальсифицировать Предметы Культуры Искусства Потому что Их значительно Больше То есть По количеству Просто Несоизмеримо И вот Я хочу Леониду Григорьевичу Передать Слово И надеюсь Что Наш сегодняшний эфир Будет Очень Интересно Хорошо Я тоже Надеюсь Но Перед тем Как уже Предоставлять Слово Начать Говорить Я хочу Напомнить Что Сегодня В этот День 9 марта У нас Есть Также Еще Две Знаменательные Даты Одна Из них Это День рождения Юрия Алексеевича Гагарина И вторая Это Знаменитый Кинорежиссер Известный Как режиссер Детских Фильмов Александр Артуревич Роу Вот такие Два Замечательных Человека Которые Сделали Так Много Для России В целом В этот День Родились И вот Теперь После Такой Радостной Ноты Уже Можно Переходить К нашей Основной Теме Пожалуйста Линд Гиргорьевич Благодарю Еще раз Добрый вечер Уважаемые Радиослушатели Ну Я Конечно Не знаю Читать Если В связи Радиослушателей Те Кто Прочли Мою Книгу Или Слышали О ней Поэтому Начать Хотел Привести Следующее Такое Вступительное Небольшое Слово Юрий Алексеевич Правильно Сказал Что Количество Артефактов Которые Существуют В мире И Подтверждают То Что Современная История Традиционная История Филисифицирована Оно Просто Огромно Для Обычного Человека Это Просто Знаете Как Я не знаю Даже какое сравнение Придумать Это Вообще Вызывает Шок Потому Что Фальсификация Во всем Ну Чтобы Не быть Голословным Начнем С Таких Вещей Как Всем Известный Документ Которым Является Карта Карта Это Вообще Это Тоже Плод Культуры Да Карта Очень Много Так Вот Если Взять Такой Факт Который Известен Из Британской Энциклопедии 1671 Года Что На это Время В Британской Энциклопедии Было Написано Что Существовала Громадная Страна Тартария К Чему Это Говорю Мы Должны Понять Сначала Почему Жи Была Эта Фальсификация Сделана Почему Сделаны Фальсификации Всего И Вся И В этой Стране Громадной Стране Тартарии Которая Занимала Практически Всю Евразию Нынешний Континент Были Провинции Которые Имели Разные Размеры Самая Большая Провинция Называлась Великой Тартарией В нее входили Западная Сибирь Нынешняя Восточная Сибирь Дальний Восток Китайская Тартария Была Вторая Это Не надо Путать С Китаем Китайская Значит Огороженная Тартария Там Вы знаете Есть Так называемая Великая Китайская Стена Третья Независимая Тартария Которая Просуществовала Дольше Всего До середины XIX Века И Она Прекратила Своё Существование Только Лишь В Период Когда Войска Значит Скобелева Захватили Так называемую Среднюю Азию Нынешнюю То что называется Средней Азией Кроме того Существовала Тибетская Тартария Которая Располагалась На северо-западе От Китая И На севере Индии Находилась Монгольская Тартария Точнее Могольская От слова Великий И Рядом Была Ещё Узбекская Тартария Кроме того Были Тартария Московская На территории Европы И Кубанская Тартария А также Маленькая Тартария И вдруг В начале XIX Века В 1803 В 1804 Годах В Париже Выходит из здания Которое Называется Исторический Генеалогический Хронологический Географический Атлас Под севдонимом Господина Лиссажа Вообще-то Его фамилия Ласкаша Мануэль Агюст И в то же Время Где-то В 1809 Году Его Переводят В Россию Оно Выходит Свету Нас А тут же В это время С 1803 Года Начиная По 1815 Официальный Историограф Романовых Карамзин Издает первые Книги Двенадцатитонного Истории Государства Российского Вот если все Эти Факты Свести В кучку То Мы Начинаем Понимать Это Не Сделано Со Смыслом Почему Я говорю Со Смыслом Потому что Если мы Откроем Только лишь Русский Перевод Вот этого Труда Исторического Генеалогического Хронологического Географического Атласа То мы Увидим Там Одну Карту И только На этой Карте Бросив Взгляд На эту Карту Мы Увидим Что Все Те Территории О которых Я Только Что Перечислял Великой Тартарии Они Обведены Огромным Кругом И Там Написано Это Территории Владений Чингисхановых Вот так Произошла Подмена Вместо Огромной Ведической Империи Которая Называлась Асия Поскольку Карты Все Называются Название Карт Где расположена Эта империя Называется Асия Не Азия А Асия Была Подменена И написано Что Это Владение Чингисхановы Таким Образом Было Закреплено Татаро-Монгольское Иго А все Вот эти Выше Перечисленные Провинции Части Великой Тартарии Китайская Тартария Независимая Тартария Тибетская Взбекская Кубанская Московская И маленькая Тартария Их заменили На этой карте Которой Теперь Символически Назвали Они Карта Географического И политического Разделения Азии Слово Разделение Очень замечательно В этом названии То есть Разделили А разделили После победы Реальной Гражданской Войны В нашей Стране И Мировой Войны Первой Мировой Войны И вместо Вот тех Провинций Которых Только что Говорил Появились На этой Карте Турция Аравия Персия Индия Китай Тартария Российская Или Сибирь И китайская Независимая Которые На тот Период Еще Не Захватили Которая Была Не побеждена На этой Карте А я Говорю Об источнике 1803 года Так называемые Существуют Так называемые Поясные Горы Это Которые Раньше Назывались Урманские А потом Стали Уральскими А на этой Карте Они еще Называются Поясные Так же Как Нет там Еще Карты Урал И граница По той Карте Не проходит По реке Урал То есть Вот это Была Произведена Подмена И В этом Атласе Не только Лишь Одни Карты Там Фактически Дан Как скажем Скелет Для написания А точнее Уже написанной Истории Который Этот скелет Дал Дальнейшем Обрастать Мясом Теми Фактами В том числе Археологическими А также Липовыми Которые Формировали Фальсификаторы И Этот Атлас Он Он был Издан Сначала Как я уже Говорил Во Франции И одновременно В России А в 1820 году В 18 И Где-то через Два года По-моему В 20 Году Сначала Сначала Был Издан В Британии В Великобритании А потом В Филадельфии В Соединенных Штатах И там Уже Четко Расписано Какие Династии Правили Миром Какие Географические Территории Занимали Эти Государства То есть Как я уже Сказал Был задан Скелет И несмотря На это До середины 19 века Все-таки Многие Люди Продолжали Борьбу С фальсификацией Это известно Из появления Таких трудов Трудов Таких авторов Как Воланский Ну помимо всего Еще воевал С фальсификацией Еще и Ломоносов Тоже сражался С фальсификацией Да Это до того Я уже говорю Что в середине Восемнадцатого Более Современно То есть До середины Восемнадцатого Века Я еще сейчас вспомню И приведу фамилии Других авторов Которые боролись Которые Боланский Классен Да И другие Их много Между прочим Они выпускали Свои труды Свои книги С ними спорили Значит Их критиковали Уничтожали Пытались Уничтожать То есть Восемнадцатого Восемнадцатого Поколения Практически Информация Исчезала Совершить Эту фальсификацию Мало того Эта фальсификация Исходила Из единого центра Из Ватикана То есть Все контролировалось Жесточайшим образом И в дальнейшем Я постараюсь Показать Каким образом Значит На конкретных Примерах Что это Была Политика Для того Чтобы замолчать И изменить Существующую Историю И увести Людей С правильного Пути развития То есть Исчезла Великая Ведическая Империя Которая В разные времена Назовалась По-разному Последнее Название Ассия Великая Тартария Как ее Называли Другие Народы Наша Практически Наша С вами Родина Она Исчезла А на этом месте Появились Дикие Варвары И Центр Цивилизации Перенестился На запад На крайние Цивилизации На крайние Цивилизации Которые Когда-то Ранее И входили В состав Этой империи И откололись Ранее Так вот После Такого Вступления Да Хотел бы Сделать Привести Вам Конкретный Пример Чтобы Разговор Был У нас Более Предметный Вот Сейчас Мы с вами Поговорим О Таком Элементе Распространенном Который Окружает Нас Везде Вот я Сижу Общаюсь С вами Смотрю В окно На шторах Трехлистники Элемент Цветочек Состоящий Из трех Лепестков На Обоях Опять же Трехлистник Вы пойдете Если присмотритесь Это самый Один из Распространенших Элементов Которые Можете Увидеть В оформлении Архитектуры На Иконах Где Только Не найдете На почтовых Сумках На Целлофанов Пакетах Так давайте Разберемся Что такое Все-таки Трехлистник И почему Так Наша Генетика К нему Относится Что мы Его Постоянно До сих пор Человечество Тиражирует Этот Такой Трехлепестковый Листок И чем же он Примечательен И здесь я хочу Процитировать Вам Цитату Короткую Из Замечательной книги Светланы Левашовой Откровения Вот кто не читал Я рекомендую Всем Обязательно найти Эту книгу И почитать Вот Я сейчас Процитирую Этот Листочек Кусочек Текста А потом Мы с вами Проанализируем И вы увидите Что в этих Нескольких Предложениях Сосредоточен Такой Огромный Пласт Интереснейшей Информации О прошлом Нашей Родины Он просто Фантастический Начинаю Трехлистник Когда-то Давным-давно Был боевым Знаком Славяна Ариев Из Эдора Это Была Магическая Трава Которая Чудесно Помогала В бою Она Давала Воинам Невероятную Силу Она Лечила Раны И облегчала Путь Уходящим В другую Жизнь Эта чудесная Трава Росла Далеко На севере И добывать Ее могли Только волхвы И ведуны Она Всегда Давалась Воинам Уходившим Защищать Свою Родину Идя на бой Каждый Воин Произносил Привычное Заклинание За честь За совесть За веру Делая Так же При этом Магическое Движение Касался Двумя пальцами Левого Правого Плеча И последним Средин Лба Вот что Поистине Означал Трехлистник И таким Принесли Его с собой Мировингли Ну А потом После гибели Династии Мировингли Новые короли Присвоили его Как и все остальное Объявив Символом Королевского Дома Франции А ритуал Движения Или Крещения Позаимствовал Себе Так же Христианская Церковь Добавив К нему Четвертую Нижнюю часть Часть Дьявола А теперь Проанализируем Вот этот Коротенький Кусочек Что же Такой Трехлистник То есть Это Боевой знак Славяно-Ариев Вот что Такой Символ Реально Это Трава Которая Помогает Излечиться В бою Давалась Воинам Когда они Шли На войну Мало Того Она Излечила Раны И Облегчала Даже Сам Переход В свою Жизнь Эта Трава Росла Далеко На севере А добывать Ее могли Волхвы И ведуны А то Что она Росла На севере Подтверждает Такой Факт На сотнях На огромных Количество Карт Вот у меня Например Есть просто Несколько Сотень Карт Тартарии И фальсифицированные Не фальсифицированные Я имею ввиду Не живьем Они А На компьютере Рисунки Так вот На всех На сотнях Этих Карт Есть Значок Трехлистника И он Указывает На север Позднее Его Заменили Заменили Сделали Значок Роза ветров Который Тоже указывает На север Как компас Если Считать Что это Так сказать Символ Западной Цивилизации Почему Он не Показывает На запад Почему Он показывает На север То есть Полное Подтверждение Той информации Которой Дается Светлана Левашова В этом И это Символ Который Показывает На север До До самого Конца На картах 1800 Годов Почти до 1900 Года Вы это Можете Сами Увидеть Дальше Идя В бой Наши воины Произносили Привычные Заклинания За честь За совесть За веру За веру Подразумевается Верой Это две руны Ве Веда Тера Просветление Знанием Эти три фразы Три Значит Фразы Заклинания О чем Говорят Они Говорят О Моральном Этическом Образе Людей Которые Жили На этой территории Называемой Ассией Или Катарии Главное Воин Идет в бой Какие для него Главные критерии За честь За совесть За развитие Просветление Знанием За веру Понимаете Какие Высокие Моральные Основы Были У этих людей При этом Он делает Магическое движение Касаясь Двумя пальцами Левого Правого плеча И последнего Середины лба Если Кто-то изучал Значит В истории Времена Значит Правления Романовых Алексея Михайловича Романа Тишайшего Прием Значит Был Тогда Метополитом Тихон И вы знаете Реформу Тихона Да И одним из Так сказать Элементов Той реформы Было Изменение Вот как раз Обряда Крещения Вот То что Взяли Староверы Два пальца Да Вот это все Взято Это опять же Подтверждение Взято Вот из этого Ритуала Который Совершали Наши воины Когда шли Защищать Родину И дальше И этот Трехлистник Принесли В Европу Мировингли Опять же Мировингли Слово Это Слово Мировингли Получается Если произносить Слово Мэра В Инглии Так они Сами себя Называли Мэра В Инглии И дальше Уже Деформация Произошла Этого слова На западный Манер Потому что Там Ведь смешение Было Белый И черных Раз И значит Изменение Языкового Формата Язык Менялся И поэтому Слово И Значит Для Многих Представителей Кто живет На побережье Средиземное море Достаточно сложно Принести Вот поэтому Это Деформирование Мировингли Слово И Последнее Что Значит Вы знаете Ритуал Крещения Значит Взяла На себя Христианская Церковь А Сам Семя Семя Захватили Значит Представители Королевского Дома Франции Но самое Интересное Это На западе Захватили А вот Если Мы будем Дальше Смотреть Как распространен Трехлистник Он практически Распространен По всему Земному Шару Везде На артефактах Вы можете Найти И в украшениях И на Иконах Вот Например Трехлистники Совсем Недавно Присутствовали На гербе Республик Боснии Герцеговины Которые Входили В Югославию На множестве Монет Этот Трехлистник Да Понимаете Лучше Проще Сказать Где Его Нет И Вот Этих Фактов Огромное Количество И вот Здесь Как раз Мы наблюдаем Один из Технологических Приемов Фальсификаторов Происходит Подмена То есть То что мы Сейчас с вами Обсудили Разговоры Трехлистники Да как Его подменили И он Сейчас уже Если вы будете Разговаривать Значит С историками Традиционные То традиционные Истории Они вам будут Рассказывать Что да Это Значит Вы ошибаетесь Это Значит Символ Королевского Дома Франции И тому Подумано Вопрос А каким Образом Символ Королевского Дома Франции Появился Например В городе Омске И этот Символ Сплошь и рядом Вы можете Найти В интернете Если вы Посмотрите Там Например Страничку Где показаны Старинные Дома Города Омска С деревянной Резьбой Которую Резьбу делали Совершенно Простые люди И там Кругом Сплошной Трехлистник И дерево Жизни Дерево Жизни Второй Максимально Распространенный Если так можно Сказать Элемент Который Ну везде По всему Земному шару Вы можете Найти И вот Этих Так сказать Этой Распространенности Уже никто Не может Препятствовать Понимаете Документов Которые Подтверждают Существующую Фальсифицированную Историю Практически Нет Остались Только одних Копиев А вот Предметов Быта Различных Посуда На которых Изображен Трехлистник Причем Посуда Может быть Глиняная Металлическая Какая угодно Вот Кстати О посуде Давайте сейчас О посуде Мы поговорим После музыкальной Паузы Вот Остановимся После музыкальной Паузы Мы говорим О посуде Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем На посуде Общаться чатом Вопросы И так Леонид Григорьевич Пожалуйста Про посуду Так про посуду Давайте Поразговариваем На эту тему Благодарю Алексей Ну Прежде чем Сказать О посуде Я Чуть-чуть Отвлекусь Значит Знаете Когда Когда Я Что-то Нарыл Для себя По фальсификации Ну Я Стал искать Подтверждение Думаю Ну А Где же Эти Первоисточники На которые Опирается Современная История И полез Значит Искать Конкретно Ватикан К тому же Я в Ватикане Был Был в Италии В туристической Поездке И Значит Был в самом Ватикане Вот знаете Что С чем Я столкнулся Прежде чем Пойти Так сказать Перейти на разговор О посуде Значит В Ватикане Огромное Количество Информации Она просто Давит Понимаете Когда идешь По Всем этим Дворцам По музеям Там столько Информации Я не был В библиотеке В библиотеку В Ватикана Я не попал Но Той информации Которая Находится там Она просто Подавляет Так вот Чуть-чуть позже Я еще Об этом скажу Перейдем К посуде Я говорил о том Что значит Трехлистники Везде Ну в том числе И на посуде А посуда Очень разнообразная Если вспомните В начале Юрий Алексеевич Говорил о том Что Вот Возникает проблема У фальсификаторов А какого плана Проблема Многие артефакты Которые Старинные Они Изготовлены С помощью Каких-то технологий Фантастических Для нашей цивилизации Которые Наша цивилизация Не может даже Не то что Изготовить Она же не предполагает Как это сделано Значит Когда в 2002 году Я был В Египте Да Нас повели Но О котором я был Уже наслышан Где есть посуда Где есть Фантастическая Посуда Как я наслышан Был Значит Из очень Из материалов Которые Очень твердые И очень Трудно Поддаются Обработке Современными Инструментами И вот я пришел Я с братом был Пришел Привел его И вдруг мы увидели В этом зале Нас было Двое Мы с братом И еще двое человек Все Туда не водят У нас У обоих Челюсти Как говорится Упали на пол Когда видишь Тарелки Толщиной Один Миллиметр Полтора И Написано Из чего Они сделаны Там Типа Кварцит Понимаете Когда видишь Сосуды Которые имеют Форму Горлышко Узкое Узкое А потом Переходит В расширяющуюся Полость Шарообразную И которая Стоит Точка Так сказать Соприкосновения С поверхности Имеет форму Яйца А внутри Она каким-то Образом Сделана Пустотелая Она сделана Опять же Из таких же Материалов Типа Кварцита То Понимаете У любого Человека Возникает вопрос А как же Это сделано А У технического Человека Который Технарь Я Так сказать Не являюсь Историком Я По профессии Закончил Физико-технический Факультет Носковского Института Электронной Техники Поэтому Я технарь Понимаете И сразу Возникает Куча вопросов А как же Сделано Вот это Огромное Количество Артефактов Почему Не приводят Людей К этим Артефактам И никто Не показывает А их ведут И показывают И делают Акцент Вот смотрите Это вот Рубило Они сделаны Из кремния Вот так вот Ими убивали Мамонтов Снимали с них Кожу А почему Не показывают Вот эти вещи Которые Фантастические И вот я В своей книге Там привожу Примеры Подобного Рода Вещи Которые я Видел В Каирском Музее Подобного Рода Вещи Из посуды Я видел И на острове Крит В Греции В городе Ироклеон В археологическом Музее И там Фантастические Вещи К сожалению Формат радио Не предполагает Я не могу вам Показать Эти фотографии Но Это все есть Но об этом Молчат Этого не показывают И на этих всех На этой посуде Которая Кстати Многое Многое Из этой посуды Сделано В виде Значит Керамики Да И расписана Она как джель Один в один Кжель Подмосковья Понимаете Те же краски Та же технология Все Это Совершенно Одинаковое И вот Многие Авторы Которые Так сказать Не поддерживают Традиционную историю Накопали Столько Фактов Огромных Строений Мегалитических Но они Почему-то Ездят Все время За рубеж И видят Эти Мегалитические Сооружения Только В Перу Значит Там В Южной Америке В Мексике Да В Индии А они Везде А в России Их просто Уйма Вот сейчас Уже Такие Следователи Которые Значит Копают В этой области Например Сидоров Да У него Была экспедиция Вы тоже Можете Поискать Этот момент И увидеть Какие Фантастические Мегалиты Найдены На территории России Этот факт Говорит о том Что По всей Планете Существовала Единая Технология Изготовления Тех же Мегалитов Эти Технологии Были Такие Высокие До которых Наши цивилизации Еще расти И расти А Одна и та же Технология Говорит о том Что была Единая Культура И Есть Так называемые Запрещенные Фотографии Вы можете Их тоже Найти в интернете И там Приведены Фотографии Значит Огромных Сооружений Архитектурных Храмов Залы Храма Которые Находятся В Антарктиде И там Вода Замерзла Но тем не менее Подход туда есть И люди это Сфотографировали Что вы там думаете Изображено На этих Архитектурных Изображениях Там Трехлистники Там Дерево жизни Точно Такое же Как На На Архитектурных Изображениях В Малой Асии Или Нынешней Турции В Греции В Италии В Индии И как я уже говорил На деревянных Ставнях Города Омска Понимаете Вот этих Примеров Тысячи И когда Таких Примеров Тысячи Возникает вопрос А почему же Современные Историки Не видят Этого А потому что Это невыгодно Потому что Все Это Приводит К тому что История Современная История Фальсифицирована И значит Нужно Или Отказываться От этой истории А соответственно Сдавать Кому-то Свои Научные Погоны И Менять Свою Свой взгляд На историю Вот теперь Перейдем К Ватикану Вот когда я Стал разбираться И искать Корни Фальсификации Я зашел В Ватикан Потому что В Ватикане И был Но доступ Вы понимаете Туда попасть Очень тяжело Там кроме Обычной Значит Библиотеки Где хранятся Миллионы Печатных книг И 75 тысяч Манускриптов Там Еще есть Так называемый Секретный архив Куда не всех Пускает Даже ученых И что там Хранится Я только Могу догадываться Так вот Последние Годы Вы наверное Слышали Идет Оцифровка Появились В конце 20 века Появились Компьютерные Технологии Благодаря Микроэлектроники Там Средствам Связи Вычислительные Техники Появились Так называемые Компьютерные Технологии И Эти Компьютерные Технологии Пришли В музеи Пришли В библиотеки И для того Чтобы Сохранить Информацию О тех Экспонактах И стали Фотографировать Переводить Так сказать Цифровой Вид фотографии И Значит Хранить Базы данных Вот этот Момент Имеет Две Стороны С одной стороны Собираются Базы данных С второй стороны Можно популяризировать К сожалению Популяризация Идет Через Скажем так Через банк Потому что Если вы хотите Получить какую-то Информацию За все Сейчас надо платить Просто так Вам К любому Материалу Информацию Не дадут А кроме того Вот эта Цифровка Позволяет Еще Продвигать Фальсифицированные Материалы Вот Это Так сказать Ноу-хау Которое Я нашел Таким образом Когда Делать Фотографию И получается Оцифрованная Фотография То есть Фото В определенном Формате То с ним Можно работать Различными Графическими Редакторами А графический Редактор Это программа Которая Позволяет Те Кто Занимается Фотографией Знают Что можно С помощью Таких Программ Менять Яркость Контрастность И прочее Обычные Фотографии То же самое Можно делать И с фотографиями Тех Артефактов Которые Существуют Так вот Когда я залез В библиотеку Ватикана Чтобы найти Артефакты Которые Были На их Официальном Сайте А у них На официальном Сайте Каждый Может проверить Зайти На этот сайт Там есть Виртуальная Выставка Ватикана В интернете И Первые Эти артефакты Этой выставки Экспонировались В библиотеке Конгресса США В 1993 Году А после этого Эту выставку Сделали Постоянной И она Сейчас в интернете Как пишут Там на сайте Она будет существовать Неопределенный срок Поэтому Любой желающий Может туда зайти И посмотреть Так вот Что Когда я Туда зашел Там единственное Русских Язык Не популярный Поэтому там Придется читать На английском Или на других Языках Ну там Написано Значит Я вот вам Сейчас процитирую Просто Библиотека Ватикана И культура Возрождения Представляют Около 200 Самых Ценных Рукописей Книг И карт Библиотеки Ватикана Многие из которых Сыграли ключевую роль В гуманистическом Восстановлении Классического Наследия Греции И Рима Выстолько Представляет Невыразимую Историю Библиотеки Ватикана Как интеллектуальную Движущую силу Вслед за Появлением Рима В качестве Политической И научной Сверхдержавы В эпоху Возрождения Вот Столкнувшись Вот с этим Я думаю Ну надо же Посмотреть Что такое 200 самых Ценных Рукописей Книг Картин Библиотеки Ватикана И залез туда Погрузился Как только Я начал смотреть А смотрел я С пристрастием Скажем так То есть Используя Компьютерные Средства Программы Компьютерные Для Редактированной Фотографии Типа Фотошоп Или ACDC Можете Взять программу Можно увеличить И посмотреть Разными методами Что же там Когда вы Начинаете Увеличивать Эти артефакты Там Начинают Вылезать Такие Вещи Которые Сразу Вам Объясняют Что это Подделка В чистом Виде Каким образом Эта подделка Выявляется Например С точки зрения Картин Различного Рода Живописи То При увеличении У вас Как бы Картинка Все время Увеличивается И дробится На такие Прямоугольные Прямоугольники Которые Называются Пикселями И Значит Эта картинка Если вы Возьмете Обычную Нормальную Фотографию У вас Картинка Просто так Будет Расплываться На пиксель И все А если У вас Кто-то Как говорится Притронулся Руками Своими В смысле Обработал На компьютере Эту Фотографию То у вас Будет Сразу Видно Нарушение Вот этого Пиксельного Образования То есть Эти прямоугольники У вас Исчезнут И там Появится Мишанина Каша Вы увидите Что там Кто-то Скажем так Вместо Пера Лазил С кистью Скажем так Понимаете Да Есть разница Перо Или Малярная Кисть И вот Когда я Залез туда Среди этих Двуссот Так сказать Артефактов Которые Подтверждает И которые Которыми так гордится Ватиканская Библиотека Через один Все Оказались Поддельные И Эту Поддельщину Я и показал В своей книге Причем Поддельными Оказались От карт До живописных Полотен Гравюры Значит Различного Рода Картины И Различного Рода Книги Причем Вот Понимаете Очень четко Сразу Видна Фальсификация Когда вы Начинаете Сравнивать И сопоставлять Другие Массивы Информации На эту тему Допустим Приводятся Древние Карты Древней Греции Которые Написано Что это Копия Потому что Источники Никто не Приводит Среди этих Двуссот Сплошные Копии Книг Карт Понимаете В одно Время Практически Сгорают Библиотеки Александрийская Царьградская Афинская Этрусская Время Царьградская В Константинополе Я уже сказал Исчезли Библиотека Ярослава Мудрого Ивана Грозного И как только Сгорели Самое интересное Сняли Копии Сначала Но Библиотеки Сгорели Оригиналы Все исчезли Или сгорели В кострах Которые Представили Сами Библиотеки Или в кострах Инквизиции Как еретические Книги А копии Почему-то Все сохранились И стали Основой Этой истории Которую мы Сейчас с вами Имеем Так вот Сейчас бы Хотелось Поговорить Точнее Я приведу Примеры Фальсификации Конкретных Допустим Рисунков К сожалению Так сказать Вы должны мне Поверить на слово Или те Кто читал книги Или Прочтет То он увидит Я в своей книге Привожу Более 900 Иллюстраций Вот Почему 900 Можно было Привезти 3000 Можно было 5000 Только вопрос Не вижу смысла Понимаете Информации Море Просто море Но Надо увидеть Что Существовала Единая культура И эту Единую культуру Высокоразвенную Цивилизацию Взяли И Фальсифицировали И представили Как варварским Миром А то Что было На самом деле Диким И темным А это Западная Европа Стала Светочью И нам Всем Говорят Что Просвещенный Запад И немытая Россия И мы до сих пор Немытые И вы видите Что творится Сейчас На политическом Фронте В мире Как нас любят Во всем мире Не будем Как говорится Этот вопрос Поднимать Потому что Это вопрос Отдельный Приведу Приведу Вам Еще Один Пример Вот Если Вы Поищите То вы Найдете Два Известных Кубка Ликурга Так называемых Якобы Римских До какого Маразма Доходит Современная Историография Признается Что Эти Кубки Сделали В Древнем Риме Но С помощью Нанотехнологий Преднимаете Я вот Скажем так Сорок лет Работал В этой отрасли В отрасли Микроэлектроники И совершенно Очень хорошо Профессионально Представляю Эти вопросы И когда Заявляю Что понимаете Древние римляне Могли Создавать Технологии Которые Позволяли Внедрить Определенные Размеры Наночастиц Наночастиц Это 10 Минус Девятой Степени Метра То есть Такие Частицы Локально Внедрялись Вот в эти В стекло Так называемых Двух кубков Ликурга Благодаря которым Эти кубки Меняют цвет При освещении С красным На зеленый Я уж не помню По-моему так Если желание будет Можете найти Так сказать Информацию Об этом В сети И И это все Приписывают Понимаете Приписывают Древним римлянам Которых Никогда Не существовало То есть Вопрос Здесь в чем Что Существовало Очень много И существует Много артефактов Которые не показывают Которые доказывают Что Ранее Была Была технология Очень высокого уровня Мало того Технология Которая До которой нам Еще далеко И таких артефактов Очень много На территории Нашей России Но о них Почему-то умалчивают И Вот эти Вопросы Вскрытие Таких артефактов Вот они Как раз проявляются Очень хорошо Проявляются На Элементах Фальсификации Именно Приметов Культуры Потому что Этих приметов Огромное количество Теперь затронем Например В том же Ватикане Вы можете Идти Вас ведут По Огромным Галереям Различных Там музеев По переходам В этих переходах Огромные карты Люди Проходят Ну Это трудно Все Потому что Это все В темпе Но сфотографируешь Вот когда я сфотографировал И Значит Уже По приезду Начал смотреть Эти фотографии Я увидел Что На этих картах Оказывается Например Карта Которая Показывает Побережье Опеннинского Полуострова Где расположена Италия И рядом Между ними Адриатическое море И Страны Славянские Югославия Хорватия Древняя Греция Так называемая Греция современная И там Я обнаружил Огромное количество Затертых Названий Городов Они просто там Замажены И это в Ватикании И все ходят Мимо этого И никто этого Не видит То есть На Славянских Территориях Где вот Греция И Македония Черногория Значит Югославия Бывшая Огромное Все побережье В городах А это все Скрывают Почему раньше Россию Называли Тут территорию России Киевской Руси Так называемой Называли Страной Гордариков Страной Городов Таких Подтверждений Огромное Количество Дальше Перейдем Например Сейчас уже Наверное Уже будет у нас Да Я думаю Что перейдем Перейдем Чуть позже Вот Алексей Меня поправил Вовремя Сделаем Перейдем Перейдем На пример Уже после Музыкальной Паузы То есть Приведем Пример Например Итак Прорываемся На три С небольшой Минуты Отдыхаем Мозги Так расслабляем Слушаем Хорошую музыку А потом Дальше Продолжаем Разбирать Серьезную Важную Тему Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разбовор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей На календарике Сегодня 9 марта 2016 года Среда А по одному Старин Восьмой Восьмой День Пробуждения Природы 7524 Лета Пятница Мы говорим Мы говорим Мы говорим Мы говорим о методах Приняем 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 Нам задолбили в голову историки, что вот, например, в Москве Кремль строили итальянцы, расписывали итальянцы Если кто-то был в соборе Василия Блаженного и в других зданиях Кремля, а также в других храмах Москвы, например, то увидите, что там в фрагментах росписи, которая осталась старая, кругом цветочки, эти же трехлистники и другие символы, шестилучевик И называют они это бытийной росписью или фряжскими травами Это эти фряжские травы в Грановитой Золотой Палате Московской Кремля, в Соборе Василия Блаженного, в Смоленском Соборе, в Новодевичьем Монастыре, и в Костроме, и в Ярославле, и во Владимире, и в Храме Святой Софии в Стамбуле И во многих других храмах, которые сейчас уже относятся и как к христианской религии, так и к другим религиям Так называемые кельтские, готские и другие орнаменты Это все ложь, это древнее изобразительное искусство русов Вот приведу только один простой пример Я как-то, значит, пришел в Третьяковскую галерею И там была, по-моему, в 2011 году была большая выставка Где были иконы представлены и другие, значит, картины Которые искусствоведы относят в Перу, значит, русского иконописца Андрея Рублева И вот там я, значит, хожу и всегда смотрю, как говорится, с пристрастием, если можно так выразиться Сфотографировал фотографию, значит, одной иконы Которая называется Ангел Михаил Икона из Иисусного, так называемого, из Венегородского чина И при внимательном рассмотрении этой иконы, значит, дома на компьютере Я обнаружил, что под рукой внизу, значит, изображение, там, рука этого Архангела Михаила А там наблюдаем вязь И вязь, из чего вы думали Из такого элемента, который славянами называется родовик Этот символ, свастичный символ, он символизирует светлую силу рода прародителя Помогающий народам великой расы оказывать постоянную поддержку древних многомудрых предков И помогают они людям, которые трудятся на благо рода своего И созидают для потомков родов своих Сделав небольшое преобразование, я из цветной фотографии сделал черно-белой И увеличил, и эта вязь совершенно четко проявилась То есть, благодаря тому, что реставраторы сохранили при реставрации И не удалили остатки этого слоя Мы можем видеть следы ведического прошлого на одной из икон Московии Какие версии по этому поводу? То есть, орнамент, вязь свастичного солярного символа родовик Или неизвестный какой-то рисунок был загрунтован А поверх него написали христианскую икону Или второй вариант Ведическое изображение переписали с христианского святого А орнамент и вязь загрунтовали Дело в том, что первые все иконописцы Нам же говорят, что, понимаете, у нас на Руси Мы же дикие варвары И не было ни художников Портреты не писали Порсуны, то, что называется по-русски Портретов не было И все появилось только благодаря Романовым А если этот вопрос более детально изучить То выяснится, что первые иконописцы Обрамляли святых и мучеников христианства ведическими символами Поскольку они не сразу отошли от ведических традиций в изображении А тот греческий канон, который навязывался Он входил в жизнь не один год И этому множество подтверждений Вот, например, если зайдете в Государственный исторический музей Который на Красной площади находится Вы там найдете огромную массу различных икон Кроме того, в запасниках у них море этих икон И так называемые рельефные иконы Имеют стилизованное обрамление из растений Из тех же трехлистников И вот эта традиция, которая существовала Причем эта традиция существовала до середины 19 века То есть есть иконы, которые датируются 1850-х годом И на них все те же резные иконы Где изображение трехлистников Так вот, не могли сразу в одномоментно перейти на греческий канон И вот этих икон огромное количество И там ведические символы И свастика, и чего только нет Вы понимаете? Вы пойдете в собор Василия Блаженного И увидите свастику Вы увидите такое количество стилизаций трехлистников И же дерева жизни Что просто это фантастика А когда я пришел в Костроме В собор, в котором венчался Вернее, не венчался А на месте которого был более ранний храм И в котором венчался Романов на царствие То я увидел там Такой рисунок Который Этот же рисунок я видел где? В Грандовитой палате Московского Кремля Этот рисунок можно найти в Золотой палате Вот я уже говорил в Костроме Во множестве других храмов И нашли в свое время По-моему, в Великобритании Сейчас просто не помню, не буду врать Значит, нашли вазу Определили ее Срок Она из серебра сделана А на ней точно такое же изображение Этого дерева жизни Как вот О котором я говорил Который Есть в соборе Василия Блаженного Который находится Значит В Грандовитой Палате Московского Кремля В Золотой палате Московского Кремля А этой Вазе Миллионы лет Миллионы лет Понимаете Ее нашли в таких слоях Среди каменного угля Которым датируют Официально ученые Называют Цифру Я точно не помню По-моему, 300 Более 300 миллионов лет Вы понимаете И одни, и те же рисунки А теперь Перейдем к такому виду Искусства Которое называется Изображение на стекле Витражи В разных церквях Например, в Шотландии В Австралии Они Показывают На этих витражах Изображение Изображены Тот, кого называют Иисусом Христом И Магдалиной И вот Светлана Левашова Как раз В своей книге Откровение И открыло Нам Реальную правду Кто же такой был Тот, кого называли Христом И кто реально Была Магдалина То есть Она открыла Правду О Радомире И его жене Магдалине И вот Подтверждение Этих витражей Я нашел Например В Австралии Там есть Собор Огромный собор А современная История Нам что Говорит Что Когда Кук Со своими Матросами На кораблях Приехал К берегам Австралии То он Начал Там Воевать И Никак не мог Высадиться На берег А с кем он Воевал С туземцами Которые были Вооружены Копьями Да бумерангами А потом Он значит Наконец Несколько Там Недель Воевал Воевал Не мог высадиться Потом высадился Победил этих Туземцев И через некоторое время Потерпел Потери большие Да И через некоторое время Высадились И Великобритания Так далеко В Австралии Аж представляете Начинает делать Каторгу Тюрьму Вот интересный Момент Это наверное Очень Экономически Выгодно Возить За 3-9 земель Каторжников И Мало того Этим каторжникам Как в анекдоте Говорят Если будете Хорошо себя вести Мы вам В бассейн воды Нальем А там Им строят Шикарный Огромный Храм Называем Католическим Собором Так вот Если вы зайдете В этот собор И проанализируйте Его Строение Архитектурное Вся архитектура Совершенно Одинаковая Что в Европе Что В Австралии Что В храмах Южной И Северной Америки Кругом Так называемый Древнеримский Стиль Вы понимаете И кругом Почему-то Капители Одних и тех же Ордеров Вы понимаете А эти все Ордера Они Относятся Средиземноморью К Малой Асии И это все Считается Римским Какие были Крутые Древние Римляне По всему Миру Разнесли Одни и те же Архитектурные Технические Решения А если Посмотреть На эти Фотографии Собора В Австралии Тех Подземных Помещений Которые Там есть Без Не зная Что подписано Под ними То вы Подумаете Да Это наверное Какие-то Фотографии Каких-то Старых Церквей То ли в Москве То ли в Владимире То ли еще Каких-то Российских Церквей Вы понимаете Совершенно Одинаковые Своды Одинаковая Толстенная Архитектура Одинаковые Элементы В росписи И великолепная Ведическая Вязь В росписи Пола Почти Такого же Типа Как в Грановитой Палате Московского Кремля С такими же Элементами Но почему-то В Грановитой Палате Московского Кремля Этот пол Сейчас Закрыт И для Так сказать Тех Кто Бывает Его не показывают С моей точки зрения Он совершенно Не вяжется Эти элементы Ведической Росписи Совершенно Не вяжется С тем С теми Образами Христианскими Которыми Расписана Грановитой Палата Была Значит В конце Восемнадцатого Века Вот об этом Я написал Более подробно И доказательно В своей книге Желающие Об этом могут Прочесть Отдельно Потому что Это Долгий Доказательный Разговор Так вот Понимаете Кругом По всей Планете Существуют Триумфальные Арки Так называемые Они Сделаны В одном Стиле Везде В Индии В России В Африке В В Америке На всех Континентах У нас Они назывались Красные Ворота Но с определенного Времени С прихода Романовых Их переименовали В Триумфальные Арки И такие Красные Ворота Были у нас На Значит В Москве И до сих пор Существует станция Метро Красные Ворота Только Если спросить Многих людей Никто не назовет А их Снесли Совсем Недавно В 30-е Годы Так вот Эти Красные Ворота Смотрели На Восток Почему Они Красные Почему Красная Площадь Все говорят Красная Красивая А На восток К Ра Ра В том числе Это свет Солнце А вы понимаете Что Наши Так сказать Предки Они Культ Солнца Поддерживали Солярные Поэтому у нас Солярные Символы А что такое Солнце Для нас Солнце У нас В нашей Галактике Это Наш Основной Так сказать Источник Жизни В лагере Которым Мы Существуем Так вот Эти все Красные Ворота Так называемые Были Во всех Городах И они Например В России Существуют Красные Ворота Например В Туле Ну Если покопаться Вы найдете Множество Таких Они назывались Только Московские Значит В других Городах Эти Эти Ворота Смотрели На столицу То есть В Туле Или там В других Городах Где есть Красные Ворота Они Смотрели В сторону Москвы Да Вопрос А почему А почему В Москве Эти Красные Ворота Эти Красные Ворота Смотрят Куда В сторону Востока Потому что Московская Тартария Была Провинцией Огромной Ведической Империи Со столицей В городе Асгарде Ирийском Позднее Столица Была Переседана В Тобольск Вот поэтому И Москва Имеет Тоже Красные Ворота И эти Красные Ворота Или же Триумфальные Арки Имеют Ну Одинаковую Архитектуру По всему Миру Вы понимаете То есть Одна и та же Культура Она отражена Во всех Своих Проявлениях В искусстве В архитектуре Значит В живописи Мы уже говорили Но Это все Затирается Я Привожу В своей Книге Как фальсифицируют Значит Ветражи Значит Как меняют Значит Поскольку Мария Магдалина В соответствии Значит С Библией Имеет Соответствующий Национальность Как На Фотографиях Видно Как изменили Форму Там Бровей Глаз Женщины С какими Грубыми Нарушениями Изобразили Ненормальные Укороченные Полузакрытые Веки Изменили Ноздрю Там Сделали Толстую Нижнюю Губу Ребенка Как Изуродовали И так далее То есть Эти все Следы Фальсификации Они видны На вот Этих Примерах Потому что Любое Внешнее Так сказать Внесение Информации Отличается От авторского И нужно Иметь Очень Очень Так сказать Высокий Уровень Мастерства Чтобы К нему По крайней мере Приблизиться Но Не располагали Такими Возможностями Фальсификаторы Еще Поскольку У нас есть Пять минут Остановлюсь На таком Моменте Значит Искусство Как Гравюры Значит При своем Анализе При моем Анализе Вот этих Ватиканских Артефактов Я обнаружил Там Огромное Количество Фальсифицированных Гравюр И не только На выставке Ватикана А вообще Значит Гравюры Которые Являются Доказательствами Значит Древности Римской цивилизации Или греческой цивилизации И прочее Значит Каким образом Эти Какие технологические решения Применяют Применяют Фальсификаторы Они берут Берется гравюра Реальная Я уже говорил С помощью каких Методов Поскольку Есть Оцифрованные Артефакты Да И с помощью Графического Редактора Начинают Вносить Искажения В это Например Есть Гравюра Где показан Значит В Ватикане Значит Определенное здание Да И В этом здании Проходит Какое-то Массовое Как мы сейчас Выражаемся Зрелищное мероприятие Например Рыцарский турнир Средневековья Что делают Есть такие гравюры Вы можете увидеть Эти гравюры Они реальны Берут Подобные гравюры И начинают Ее переделывать Чтобы Значит Протащить Какую-то идею Например Я в своей книге Показываю Как фальсифицируют Значит Одно из гравюр Которая Показывает Богослужение Якобы Значит В Сексинской капелле И Есть Определенные Методы Которыми Они пользуются Так С помощью Этих графических Манипуляций Которые делают Фальсификации Они превращают Всадников На лошадей На лошадях Которые Ну Присутствуют На этом турнире Допустим Берут их С одной гравюры И переносят На другую гравюру И превращают Их в прихожан Которые наблюдают Пышную Папскую церемонию И там До того Откровенно До того Откровенная И наглая Ложь Что просто Поражаешься За каких Баранов Нас держат Например Я в книге Тоже еще Привожу Один такой Артефакт Есть В библиотеке Ватикана Очень много Древних Якобы Копий С первоисточников Которые Должны Подтвердить Традиционную Историю Древнего Рима Древней Греции Известно Вот есть Такой факт Что Значит Я вот Был В Ватикане И видел Эту статую Сфотографировал Есть Культурная Композиция Называется Лаакон И сыновья Погибающие От змей С моей точки Зрения Это Автор И Это Подтверждение Я нашел В одном из документальных Фильмов Советских времен В 73-м году Значит Там Показан Не Лаакон С сыновьями Погибающие Змеи А показана Существующая Паразитическая Система Которая Опутала Человечество И как Аллегорически Авторы Скульпторы Показывают Эту идею Так вот Надо Каким-то Образом Было Фальсификаторам Привязать Этот артефакт Что это Древний Артефакт Хотя по этому Поводу есть версия Что Значит Скульптура Была Найдена При раскопках У Значит Известного Художника Скульптора Микеланджело Буонаротти В его Доме Он же Кстати И занимался Первоначально Ее восстановлением И И Когда Я Начал Анализировать Источник Эту Значит Рисунок Якобы Из книги Из копии Книги С помощью Программ Фотошопа Там все четко И очень хорошо Видно И Желающие могут Посмотреть И в книге Увидеть Я это показываю Там У одной фигуры Голова Пристыкована То есть Там мужчина Справа А он превращен Вернее Мужчина Сделан Из женской Головы А Сам Лаакон Сделан Из двух Голов Значит Базовым элементом Которым Является Голова Значит Мужчина С бородой Значит С длинными Волосами И В таком Стоящем Воротничке И Когда Начинаешь Увеличивать Эту Картинку Вот эти пиксели О которых я говорил Ранее В передаче Они начинают Вылезать И получается Мышцы Лаакона Грудные Превращаются В стоящий Воротничок А Глаза у него Лезут на лоб В прямом А не в переносном Смысле От боли Потому что Так грубо Сделана Эта фальсификация И на Выставке Ватикане Виртуальной Там пишется Что это Артефакт 1541 Года И он Находится В такой Книжке Как только я Сделал поиск И нашел Попытался Найти эту Книгу Не нашел Нашел Более раннюю Там она Вообще Без этих Рисунков И вот Когда зашел На сайт Есть такой Значит Сайт Аукциона Кристи Зашел А там В одном Из лотов Смотрю И Быстро На продажу Как раз Эта книга Под этим же Названием Только Разница состоит В чем Что там И описание Полностью Соответствует Тому Что написано На сайте Ватикана А разница Лишь в датировке На Значит Сайте Кристи С этого Аукциона Это огромный Залоговый Значит Не залоговый Аукцион Который торгует Принятное искусство Если кто не знает Антиквариата Где Миллиардные Значит Годовые Доходы Поэтому Там Эксперты Привлекаются Самые 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 Потому что В случае Значит Какой-то Какого-то Обмана Или Фальсификата Тут приходится Возвращать Огромные Деньги Плюс Еще И неустойку Потребуют Понимаете И Мало того Это Теряется Престиж Самого Аукциона Так вот На Сайте Этого Аукциона Эта же Картина Которая Приведена В книге Они Продают Возвращают Первая 1544 А Ватикан Утяжает А у нас Более Древняя 1541 Но Никто Об этом Не знает Оказывается И все Эксперты Как говорится Грубо говоря Молчат В тряпочку И Ничего Об этом Не Заявляют Так вы Представляете За кого Нас Держат За каких Баранов Нас Держат Когда Нам Предлагают Вот такие Артефакты И говорят Вот эти Артефакты Это не мои Слова Я их не цитирую Это 200 Самых 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 Картин Гравюр Книг И Карты И прочего Что Подтверждает Нам Древнюю Историю Древнего Рима Древней Греции И Существующей Истории Так Ну что Будем прерываться На музыкальную паузу Да Я Подчиняюсь Хорошо Моему грубому насилию Ясненько Давайте На 4 минуты Прерываемся А потом Дальше Будем разбираться Что же там Еще у нас Нафальсифицировали Эти добрые Дяденьки Из Ватикана И те Кто им Подчинялся Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор на Народном славянском радио Напомню, что по одному из современных календарей 9 марта 2016 года среда По одному из старинных восьмой день месяца пробуждения природы 7524 лет и пятница Методы фальсификации предметов культуры и искусства Такова тема сегодняшнего эфира Главный соведущий Феденка Леонид Григорьевич И помогает Тяжлов Юрий Алексеевич Напомню, что Леонид Григорьевич Автор книги «Планета лжи» Вот по этой планете лжи Мы как раз сейчас и разбираемся Проводим экскурсию Предлагаю продолжить тему Но не забывать, что поступают в чате Очень много вопросов Поэтому надо еще будет уделить время На ответы на эти вопросы Благодарю, Алексей Я намек понял Я думаю, что сейчас мы, наверное, как бы В этом получасе или 20 минутке Постараемся еще рассветить Я постараюсь рассветить еще один момент И там уже будем приближаться К тому, что вы сказали Хорошо Давайте так поступим Но сейчас я хотел бы сказать Вот о каком еще моменте фальсификации Очень много книг Книг, карт, я уже говорил, да И других источников Именно Где много приведено Иллюстрированной информации И которая тоже фальсифицирована Вот в частности сейчас поговорим Об этих материалах Вот всем известно, что Например, есть так называемая Ремезовская летопись Это, значит, книга Которая Она, правда, сейчас издана Где-то в 2000 Боюсь соврать По-моему, в 2005 году Но хоть ее издали Это издание Нам недоступно Стоит огромных Стоит эта книга огромных денег И, значит, широко она не распространяется Значит, она даже Эта книга Не имеется во всех библиотеках Так вот В этой книге Очень много Замечательных Фактов И материалы для этой книги Семен Ремезов То есть Он и его потомки Собирали На протяжении Ну Очень долгого времени С конца Шестнадцатого века До, значит Шестнадцатого и семнадцатого А сам Ремезов Это боярин Значит Он, правда, христианин Но он как раз собирал Информацию Разного рода Его Поэтому называют Не могут историки объяснить Те материалы, которые он собирал А собирал информацию На территории Великой Тартарии Как раз И было это все И его сыновья До 1775 года До того времени Как Кстати, она Погибла и потеряла Потерпела поражение в войне И Поскольку он материалы собирал То Он и оформлял их Соответственно А оформление было В соответствии с принятым В тем временем Правилами И вот всегда Как я Проанализировал Кучу источников На эту тему Да Я занятел такое Что Обязательным одним из элементов Оформления Была Так называемая Древняя корона Из трехлистников Или корона Мировингов Вот эта корона Она изображена Опять же На множестве источников На знаменитых Картинах Художников Таких как Сандро Боттичелли Это один просто привожу Да Великое множество То есть Этой короной Значит Корновали Наместников Провинций Тех Которые входили В Славянную Арийско-Видическую империю Но Известные Значит Историки Которые занимаются Геральдикой Геральдисты И в частности Фон Винклер Такой Известный Геральдист У него есть Кто интересуется Три тома Вы можете Найти Скачать И поинтересоваться Этими Значит Кто Геральдикой Интересуется И обнаружить там Очень большую Массу подтверждений То есть В том Что существовала Эта Великая Тартария Он утверждает Что Древняя корона Он приводит Древнюю корону И говорит Вот эта древняя корона Но она не существовала Оказывается Она существовала И вот в книге Я как раз это доказываю И показываю Что на самом деле Она существовала И она На массе Артефактов И все Так называемые Существующие короны Они В разных государствах Хоть польская Хоть английская Хоть Значит Корона Российской империи И другие Они все Или имеют Полностью Один в один Как древняя Корона Из трехлестника Сделанная Или Чуть-чуть Модифицированы Изменены То есть Они имеют Одни и те же корни И вот Эта корона Как я уже начал говорить В книгах Ремезова Она изображена Но ее Нужно было скрыть После этого Ремезов же изображал В те времена Фальсификаторы Делают ее Источником Документальным А источниковедение Они специально вели То есть Есть такое понятие Как источниковедение В истории Что Вот эти источники Достоверные А вот эти Недостоверные А кто определяет Определяет Научные авторитеты Поэтому до сих пор Значит Велесова книга Считается Недостоверной Поэтому запретили Славяно-арийские Веды И многие книги Продолжают запрещать И я И так сказать Тут назвали Вот у меня Так сказать Писателем В анонсе Конечно Спасибо за этот Комплимент Но я не собирался Быть писателем Мне просто Как говорится Стало за державу Обидно И хотелось тоже Высказать свое мнение Когда Запрещается масса Интереснейших Книг Которые несут Правду о прошлом Нашей родины В то же время Такое Огромное Количество Просто ужасающе Огромное Забито Все заполнено В интернете И в музеях А скрывается Правда О прошлом Нашей родины Поэтому я И написал Свою книгу Так вот После этого Отступления Коротко Вернемся К Ремезову Ремезов На своих картах И Значит В описаниях Дает рисунки И там Такие же Архитектурные Здания Это же Понимаете Да мало Такие же Он дает Рисунки 16 века Которых В то время Таких Грандиозных Сооружений Которые были В Великой Тартарии В Москве И не было И близко И во многих Зданиях Во многих Государствах Европы Нет А что Пишут Историки Он был Архитектором И он Проектировал Церковь Которая там Изображена Он Проектировал Город Тобольск А он Просто Напросто Замерил Длину Значит Крепостной Стены Вокруг Тобольска Расстояние Между Башнями Описал Все Где что Находится Написано Там Воеводский Двор Посольская И посольские Эти палаты Вопрос А каких Посольских Палатах Может быть Тобольске Если столица Город Москва Как считается Или Санкт-Петербург Все правильно Ремезов Написал Столица Это был Стальный Град Тобольск После того Как Казгард Ирийский Разрушили Столицу Перенесли В Тобольск И Ремезов Ничего Никого Не обманывал И послы Приходили В столицу А мы Знаем Историю Нашего Государства Российского По источникам Западных Авторов Эти западные Авторы В свое время Все время Стремились И в Московию Их не так-то Пускали С открытым Сердцем А уж тем более Не часто Их пускали В Ассию Или Великую Тартарию И для того Чтобы попасть В Великую Тартарию Надо было Получить посольскую Грамоту От московского Царя И только тогда Там Все они ехали Или через Тюмень Или по другой Дороге Это отдельный И долгий разговор Который я возможно Напишу В новой книге Опишу Ехали по этим Двум дорогам Которые были Совершенно четкие Тракты Которые проходили Понимаете Где там ямы Стояли Это пути сообщения Были И граница Очень хорошо Охранялась И границу Не знали Почему так Все время Историки Дебатируют Почему же Никак не знали Где же проходит Граница Азиатского континента Как они говорят Просто они не знали На севере Не знали границу Где проходит Граница Асии И Московии Потому что договор был Между Московией И Асией Это все равно Что сейчас Украина Отделилась От России Да Договор по границе Все равно существует И был договор Что Никто не будет Информацию выдавать Где же граница Проходит Вот они и гадают То ли по Каме То ли еще где-то И читаешь Эти Значит Произведения Западных Писателей И пишут Там Проехали мы Чуть-чуть Каму Въехали Поближе К Пензе И попали В Тартарию А тут же Пишут Сноскова Вот какие Были тупые Западные Путешественники Они еще Не знали Где проходит Граница между Азией И Европой Поэтому они считали Так А если Внимательно Позвучить Карты Которые Существуют И существовали Ранее То там На этих картах Четко показана Карта Например 1711 года Владения Империей Петра Первого Так называемого Великого Она проходит На юге Даже не при Петре Первом При Екатерине Второй Южная граница Проходила Чуть Ниже Калужской Губернии А по Волге Ну буквально Рядом С Нижним Новгородом И Екатерина Сама боялась Туда ездить Не говоря уже О том Чтобы вести послов И это не мои Домыслы Это написано Об этом В исторической Литературе Но Нам и Рассказывают Их басни И сказки Так вот Когда Ехали В Великую Тартарию Или Васию Получали Зарубежные Эти Путешественники Посольские Грамоты Приезжали в Тобольск А в Тобольске Рассматривали Спускать их Или не пускать Дальше Куда они путешествуют А поскольку И подтверждение И подтверждение Что Это было Совершенно Так сказать Общение на русском языке Не составляет Никаких проблем Вы можем найти Также В книге Марка Пола Который Путешествовал Также Не по Китаю А по Великой Тартарии И там В самом начале Книги Написано Между прочим Сейчас я вам Процитирую Короткую Цитата там По-моему 16 глава Там написано Замечание Что Марка Пола Он сын Николая Марка Сына Николая Как-то очень скоро Он присмотрелся К тартарским Обычиям И научился Их языку И письменам Понимаете Очень скоро Научился языку И письменам Скажу вам По истинной правде Научился он Их языку Моментально Научился Русскому языку Сейчас сколько Учат русский язык Иностранцы Приезжают В университетах А он моментально Продвинутый Итальянец И четырьмем Азбукам Обучился И письмо В очень короткое время Вскоре По приходу К дворцу Великого хана Был он умен И сметлив За что Все хорошее Великий хан Был к нему милостив Вот четыре Азбуки Тут написано Да Это Четыре вида Письменности Великой расы Доарийские Тиарги Харийские Руны Святорусские Образы Ироссенские Молвицы Были У нас Так вот Среди святорусских Образов Как раз и были Буквица Руника Черты И резы Вот этим Четырьмя Азбукам И обучился Марко Поло А что там В сносках Вы посмотрите Историки пишут Это какие-то там Языки Тюркские Такие 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 Сплошные Сказки Так вот Если Посмотреть Еще Текст Ну в книге Я свой текст Не анализирую В своей книге Книге Марко Поло А анализирую Только Рисунки Так вот Я начал разговор С короной Мировингов Так вот Там сплошные Короны Мировингов Или Это древняя корона На всех Наместниках Которые изображены Там И в том числе И на Чингисхане И на других Ханах И на самих Этих Его Женах И она Вся Эта же корона Тоже изображена Из трех Листников А какие Какой фальсификат Применяют Опять же Берут Раскрашивают Картинки Наши предки Между прочим Рисовали Объемное Изображение То есть Смотря на картину Вы видели И представляли Объем И вот Когда вы Увидите Что На рисунке Присутствует Объемное Изображение И в то же время Плоскостные Какие-нибудь Ужасные На переднем Или на заднем Плане Вы сразу Увидите Что это Фальсификат Это первый Признак Фальсификата Художник Не может Так рисовать То он Великолепно Изображает То становится Примитивистом Это сейчас Специально Начинают Внедрять И уж давно Внедряют В наше сознание Такие Художественные Образы Типа Черный квадрат Малевича И Супремативисты И прочие Прочие Продвинутые Ребята Определенной Группы Художников Которых Начали Продвигать После как раз В конце 19 века С определенной Целью Чтобы Разрушать Как раз Вот Образное Восприятие Разрушать Эту красоту Раз Вы можете Найти Кто-нибудь Может быть Видел Что только У ранних Художников Там еще Есть образы Там есть Здания Люди И прочие То есть Там идет Речь О том Что Просто Стиль Меняется Стиль Изображения Художник Используется Какими-то Другими Техниками Что Представляет Музей Современного Искусства Кто там Бывал Прекрасно Знает То есть Фальсификация Продолжалась И продолжается И в наше Время И в том числе На художественном Фронте Так вот Если мы Вернемся Книге Марка Пола То там Этого Фальсификата В изображениях Огромное Количество И К сожалению Я не могу Это показать И представить вам Но если вы посмотрите Книгу Если бы Так сказать У нас был не радиоэфир А телек То можно было Показать Например Карту Из Книги Ремезова Да И там Надписи На русском языке Ну есть И уже Значит По латыни Некоторые надписи И Показать Ту же самую Карту Где все То же самое Изображено Только названия Все по латыни А внизу Там Есть изображение Значит На картах Рисовали Определенный Сюжет Вот там Есть изображение Такое Значит Один Мужчина Значит С мечом Ведет Значит Под усы Верблюда Если так можно Выразиться На котором Воседает Мальчик А сзади Еще какой-то Мужчина Погоняет Этого Верблюда Палочкой Ну и С левой стороны Там тоже Есть еще Изображение Я пока Коснусь Только этого Потому что Вы мне здесь Должны поверить На слово Так вот Сравнивать Две таких карты На одной Мы сразу Увидим Значит Фальсификат На Попоне Которая Наброшена На верблюда Там написано Значит Территория Великой Тартарии Великого Тартарского Хана А на другой Такой же Карте Этих слов Не существует У Ребенка В руках Палка Огромная Палка С размерами Ребенка Совершенно Несопоставимые Маленький Ребенок Вопрос Зачем Такая Палка Один Ведет Под Сыверблюда Другой Еще Погоняет Зачем Ребенку А это Факел Символизирует Свет Который Несет Ведическая Империя Своим Гражданам А эти Эти Изображения Двух Мужчин Тоже Фальсифицированы Они Превращены В тюрков Значит У одного Сбрели Бороду Которая Ведет Под Сыверблюда А Которая Сзади Голова Отделена От тела У него Такая Очень Четко Подстрижена Короткая Бородка Времен Значит Конца 18-19 века Как у аристократов Знаете Западноевропейских То есть Такие Ужасающие Элементы Дисгармонизации Самого Если можно так выразиться Объекта То есть Человека Который нарисован И они Совершенно Сразу же Бросаются в глаза Но на них Почему-то Не обращают Внимания Ни искусствоведы Ни культурологи Понимаете А этих фактов Очень много Только вот я Поскольку Время уже Подходит К концу Заключение Я еще скажу Но Хочу Добавить следующее Вот К сожалению Многого Что О чем я говорил И которые И те факты Которые я могу Еще привести Их трудно Показать И Прочтете И будете И разобравшись В принципах Фальсификации Которые Основаны На манипулировании Сознанием Человека Поймете Их методы Вам будет Легко Самим Самостоятельно Видеть Эту фальсификацию В жизни Разбираться И самим Узнавать И правильно Толковать Те фальсифицированные Факты И исторические И той истории Которые нам Навязывает Современная Традиционная История Вот На этом Я пока Остановлюсь Благодарю Благодарю Ну что ж У нас есть Еще пара минут Но Можно сделать Так хитро Сначала Пускаем Музыкальную Паузу Небольшую А потом Начинаем Уже с чистого Листа Отвечать На вопросы Наших Радиослушателей Наверное Так и сделаем У меня вроде 22 А я постарался Быть пунктуальным Хорошо Ну поскольку Диктатором Здесь являюсь я Поэтому Устанавливаю Правила Тоже Я вот такой Я нехороший Ну сделаем Так Компромисс Пойдем Между тем Небольшой Некий Такой Наполеончик Ну хорошо В эфире Народное Славянское Радио Ответы На вопросы Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 9 марта 2016 Года Среда А по одному Старинных Восьмой День Месяца Пробуждение Природы 7524 Лета Пятница Методы Фальсификации Предметов Культуры И Искусства Такова тема Сегодняшнего Нашего Живого эфира Главный Сведущий Фиденко Леонид Григорьевич Помогает Тяжлов Юрий Алексеевич Мы Опираемся На книгу Планета Лжи Которую Написал Леонид Григорьевич И вот так Плавненько Докатились Мы до Такого Интересного Момента Когда Начинаем Задавать Ты услышал Мою мысль Ромка Видимо Я думаю Но прежде чем Начать отвечать Я хотел предоставить Слово Юрию Алексеевичу Для того Чтобы он Внес Какую-то Еще Свою Живую Струю В наш Диалог В нашу Беседу Вот я Хотел Как раз Немножко Рассказать О том А как же Все-таки Люди Воспринимают Фальсификацию Дело в том Что материала Не так много Вот если Взять исследования Фоменко То Они в основном Обращали внимание На факты То есть Вот Огромное количество Фактов И именно Из-за этого Люди И читают Труды Фоменко На соску Потому что Они хотят Опираться на Фактический Материал Они видят Несоответствие Той истории Официальной Которой есть С той Хронологией С теми Фактами Которые есть У Фоменко Но Самого Факта Фальсификации Ну как бы Он не представлен Настолько Широко Скажем так А если задуматься То вот При определенном Наличии Доказатель Фальсификации То есть Таком Достаточно Большом То есть Это является Причиной Для того Чтобы человек Начал изучать Исторический Материал Получается Такой Как бы Определенный То есть Скажем так Нужно Понимать Что фальсификация Просто так Не происходит И когда Есть Существует Процесс фальсификации Когда он В массовом порядке Применялся Это означает То что Действительно Хотели скрыть Что-то важное Вот И Люди Просто Есть определенный Порог Восприятия Люди Не могут Поверить Что Именно в таком Количестве Были массовые Фальсификации То есть Как бы Что настолько Сильно То есть Они просто Не могут Поверить Что история Искажена Настолько Сильно И Что тут Влияет То есть Определенный Порог Изучения То есть То есть Если человек Недостаточно Внимательно Смотрит Как бы Теми артефактами Которые выставлены Создается Картина О том Что все нормально То есть Вся история Как бы Входит В определенные Рамки То есть В определенную Конву И так далее И Требуется Усилие Для того Чтобы Усилие человека Для того Чтобы проникнуть Дальше В ту область Где там Появляются Сплошные Противоречия То есть Видна Фальсификация И так далее То есть Например Картины Выставляются Определенные В запасниках Лежит ряд Картин И только В интернете Там есть Определенные Картины Где например Закрашены Черной краской Куски Полотен То есть Что это было То есть Очевидно Что что-то Пытаются скрыть Вот И Именно Когда человек Интересуется Этим вопросом Он находит Все больше И больше И еще больше Он находит Когда Он Скажем так Знает методы Фальсификации Вот Леонид Григорьевич Он За эту Передачу Он конечно Все раскрыть не мог То есть Потому что Есть еще вопрос Можно с точки зрения Методов Подойти И там огромное Количество методов Как это делалось Особенно Вот кстати Он отметил Вопрос Что Очень сильно Бросается в глаза Когда Кто-то Неграмотный Необладающий Мастерством Пытается Сфальсифицировать Высокий Ну то есть Высокого качества Высокой культуры Высокого искусства Предмет Ну то есть Какую-то Картину Там Еще что То есть Это очень сильно Бросается в глаза Потом То есть Вот этот порог Вот этот порог Особенно Который связан С предметами Культуры Искусства Это Скажем так Благодаря книге Ну И исследователям Которые исследовали Этот вопрос Предыдущий Вот То что именно Фальсифицируется Именно предмет Предметы культуры Искусства В общем-то Начинается Такое дополнительное Дополнительный Такой Дается Потенциал Вопрос Изучения Нашей истории Потому что Проявляется Практически Везде И Сейчас Если То есть Как раз Еще хотел Один вопрос Развернуть Обратите внимание Идет Нападение Как бы На Фоменко На Левашова Николая Викторовича То есть На авторов Которые Течения Что Это Спонсируется Запада Проносовского Упоминают Что Николай Викторович Приехал Из Америки Что Клесов Вообще Живет Там Где-то В Америке И так далее То есть Что это Западные Технологии Ну как Отличить От того Что Ну то есть Вот этих людей Этих блогеров Которые пишут Такие вещи Да очень просто Дело в том Что Нашу Нашу историю Вообще Изначально Написали Западные То есть Тот же Самый Шлецер Миллер И так далее И у них Этих Аргументов Естественно В их Объяснении Совершенно Нет То есть А Через Это Через Это Выявляется Что Есть Определенная Цель То есть У таких Блогеров Есть Определенная Цель Повлиять На Процесс Восстановления Исторической Правды В собственную Сторону Какую Выгодную И вот Одно Замечание Такое Интересное Кто же Это делает Да Ну это Делают В общем-то Наши Религиозные Структуры Как бы Там Очевидно Становится Что они Вместе С тем Что Как бы Нападают На Значит Такие Исследования Исторические Нападают На Ведические Как бы Основы Нападают Там На Родноверов Так далее Так вот Я хочу Задать вопрос Такой Интересный А кто же Написал Житие Святых Если Исторически Вот Конечно Вопрос Не по Адресу Нашей Нашей Аудитории Да Потому что Здесь Аудитория Как бы Понимает Ситуацию Так вот Интересный Вопрос Житие Святых Кто писал Если исторические Факты Подтверждающие И сразу Все становится На свои места Потому что Эти факты Написаны Внутри Самой Структуры То есть Исторических Фактов Которые Описывают Вот Вся наша История В общем То Она Повернута Скажем Так Ее можно Назвать Религиозной Историей То есть Она Повернута Именно В сторону Скажем Так Одной Тысячи Лет После Принятия Христианства Как бы И Все остальное Заблокировано Так вот Стоит ли Верить Этой Структуре Которая Пишет Одновременно И ту Историю И свою Историю Как бы Церкви Поэтому Один из Аргументов Для дискуссий Ну и Соответственно Еще хочу Добавить Что В общем-то Беспрецедентная Борьба Развернулась Сети По поводу Истории Потому что Это очень Серьезно И Для Слушателей Ну Как бы Очень важно Потому что Это меняет В общем-то И мировоззренческие Подходы И влияет На Понимание Процессов Потому что Именно в истории Прячется Как бы Истоки Происходящего И Как бы Накал Страстей Очень высок Очень высок До такой Степени Что В общем-то Скажем так Там видно Что Противодействие Восстановление Исторической Правды Ведется Просто Профессионально То есть Просто Количество То есть Количество Как бы Проплаченных Непроплаченных Как бы Заинтересованных Людей Очень велико Именно В вопросе Как То есть Именно Со стороны Которая Хочет Остановить Этот процесс Причем Не гнушаются Ничем То есть Не просто Подтасовками И так далее Но Что Вот Так же Как в случае Когда Пытаются Замазать Мастерство Определенное Вот Историческую Правду Когда Они Пытаются Замазать У них Очень Неудачно Получается Поэтому Хочу Сказать Огромное Спасибо Олегу Григорьевичу Дело В том Что Даже Вот Этот Вопрос То есть Он Достаточно Такой Он Новый Именно Предмет Фальсификация Предметов Культуры Искусства Но Он Очень Важный Вот Что Я хотел Отметить Хорошо Отметил Я Вот Себя Подумал Сейчас Реплику Реплику Сейчас Дам Потом Слов Значит Что Я для себя Пометил Во-первых Очень Даже Хорошо Что За Фальсификацию Берутся Дураки И идиоты Потому Что Умный Человек Всегда Почерк Идиоты Видит Вот И Это Как Некий Тест На Здравомыслие То есть Перешли Вы Рубикон Здравомыслие Или Еще Остаетесь В стадии Баранов Котором Показывают Зеленую Травку Но Так Неприятно Так Вот Когда Одиоты Берутся За Какое Это Дело То В этом Случа Их Почерк Здравомыслищего Человеку Виден Если Вы Видите Этот Почерк То Можете Уже Считать Что Первый Класс Здравомыслия Вы Уже Прошли И Переходите Во Второй Класс Это Хорошо И Слава Богам Завета По Поводу Нашей Религии Ну Я думаю У нас Было Ведание То Что Веря Заложено И так Далее А религии Все-таки К нам Пришли Это Был Некий Выход Для Сохранения Чего-либо В тяжелые Темные Времена Вот так Мягенько Скажем Отнесемся К того Чтобы Никого Не пугать Не ругать Это Была Необходимость Для того Чтобы В тяжелые Темные Времена Людей Которые Распоясались Которые Потеряли Связь С Разумением Того Что происходит Каким-то Образом Удерживать В рамках Приличия И вот Для этого Нужны Были Религии Нужны Были Те Самые Банкиры Которые Могли Удержать Финансы И так Далее Мягонько Я Распутываю Ту ситуацию Которую Юрий Несколько Донес До нас Думаю Что теперь Никто Обиден Нас Не будет И Пожалуйста Леонид Григорьевич Что хотели сказать Спасибо Я больше хотел сказать Что вот Юрий Алексеевич Сейчас поднял Очень Важную Тему Понимаете Вот Это Тема Как бы Тема Противостояния Понимаете Вот сейчас На самом деле В интернете Идет Как говорится Борьба На этом фронте И Разные Конечно Там средства Применяются Но Средства Надо применять Простое Доказательно Показать людям Эту Фальсификацию Конечно В рамках Нашей Передачи Трудно Конечно Осветить Все эти Вещи Но вот Вопрос Как раз Методов Фальсификации Тут я Мог бы Конечно Еще поговорить И очень Долго Но Постараюсь Быть кратким В основе Методов Фальсификации Лежит Манипуляция Сознанием Людей Различными Средствами Применяется Как Нейролингвистическое Программирование Которое Заложено В текстах Как в текстах Так называемых Древних Источников Книг И прочих Вещей Так и В текстах Которые Комментируют Эти все вещи Далее Применяется Такой Метод Как Манипуляция Сознанием С помощью Художественных Средств О которых Я уже Говорил Да То есть Другое Дело Они Непрофессиональны И Алексей Правильно Пометил Что Желательно Чтобы побольше Было Непрофессионалов Занимавшихся Этим Делом И Существующие Современные Методы Определения Этого Фальсификата И появляющиеся Все новые Такие Научные Методы Как допустим ДНК Генеалогия От этих Фактов Им некуда Уже Деваться Ребятам Фальсификаторам И тем Кто поддерживает У них Нет аргументов Против научных Фактов Понимаете Поэтому В борьбе За реальную Правдивую Нашу историю Должны быть Методы Не такие Какие Вы вот знаете Сейчас Есть Методы Используют Мат Примат И дальше Вот Известный факт Как обвиняют Одного из Блогеров Что он Там Значит Каким-то образом Нарушил Права Верующих Здесь Должна быть Доказательна И Именно Научный Подход А Научный Подход Базируется На чем На Том Чтобы Проводить Качественный Анализ И чем Более Многогранный С разных Сторон Будет Рассмотрен Конкретный Исторический Процесс Действия Конкретных Исторических Личностей Или какие-то Источники И Если Если Он Будет Рассматриваться Совершенно Разных Сторон То Это Позволит Увидеть Всю Глубину И Правильность Этого Процесса Понимаете Потому что Любое Историческое Событие Оно Является Результатом Комплексного Взаимодействия Разных Первопричин И Неизбежным Причем Результатом А вот у нас Используют Такой термин Истина Одна Извините Истина Одна А вот у нас Используют Такой термин Истина Лежит Где-то Посредине Вот как Начинают Какой-нибудь Вопрос Обсуждать В современном Обществе Вот Обязательно Будут Пользоваться Такой Ну конечно Истина Где-то Лежит Посредине Вот Один Говорит Одно Другое И все Истина Посредине А когда Начинают Обсуждать Какой-то Процесс Или какой-то Материал Авторы Которые Обсуждают Одну Две Стороны Затрагивают Конкретное Явление И По одному И тому же Явлению Получаются Совершенно Иногда Противоположные Точки Зрения У одного Автора У другого Так где же Может быть Лежать Истина Посредине Истина Одна И вот Надо Понять Это Тяжелый Момент Но это Факт И доказательство Тому море Что всемирная И наша Отечественная История Полностью Сфальсифицирована А Изменения И фальсификация Истории Это один из Способов Формирования Ошибочного Мировоззрения Поэтому Вот методы Которые Применяется И мы должны Применять При Доказывании Отстания Своей Позиции Должны быть И должны Базироваться На новых Археологических Находках А их Сейчас Находится Все больше И больше Вот Совсем Недавно Сейчас Вы знаете В Крыму Строят Мост Копают Мост Для Из Керчи В Крым И Находят Что там Находят Какое-то Сооружение Как пишут Археологи И в заметке Сообщающие Сосуды Которые Служили Каменные Массивные Огромные Которые Служили Для очистки Воды И Датируют Археологи Археологи Датируют И говорят Это До греков И близко Греки Еще здесь Не жили А к тому же Греки Занимались Сельским Хозяйством Вопрос А какие Сообщающие Сосуды Сообщающие Сосуды У древних Греков Сообщающие Сосуды Товарищ Паскаль В 17 Веке Только Определил Что такое Сообщающие Сосуды Что такое Давление И так далее А у наших Предков Те кто Жили На том месте Уже были Практические Решения На эту Тему Вы понимаете Какова Фальсификация И вот Они Примеры Из нашей Существующей Реальной Жизни Только Нужно Видеть Эту Фальсификацию Знать Методы И вот Как Юрий Призвал Правильно Соответственно Объяснять И давать Отпор Тем Пособникам Которые Пытаются Своими Лживыми Метами Защитить Традиционную Историю Спасибо Ну что ж Давайте Тогда Перейдем К вопросам От наших Радиослушателей В частности Владимир Измытич Написал Вопрос В эфир Владимир Измытич Здравия Соведущим И всем Слушателям У меня Есть два Простых Вопроса Ответ На который Очень бы хотелось Услышать Но который Без вступления Могут вызвать Непонимание Услушателя Вкратце Набросанное Вступление Мне так понравилось Первое Силы Которые Фальсифицируют Наше наследие И переписывают Историю Земли Трудятся сотни А может быть И тысячи лет С утра до ночи И пребывают И перерывают Свою деятельность Только на сон И прием пищи Второе Умысел сил Которые пытаются Лишить Нас знаний Вероятно Ведет Большую часть Населения К неименуемому Уничтожению Третье Если Ставить Задачу Так Что нам Нужно Своими Несоизмеримо Ничтожными Силами Изменить Ситуацию На земле То нужно Значительно Опередить Противника В тактических И стратегических Действиях Четвертое Для того Чтобы опередить Противника Необходимо Понимать Суть Как минимум Трех Образов Первое Откуда Мы Идем Куда Нужно Прибыть Какими силами Совершить Переход Пятое На вопрос Откуда Мы Идем Ответить Не очень Просто Но Части Народно Народное Сленское Радио Как раз И занимается Реставрацией Этого Базового Состояния Шестое Возврат Части Населения Земли В позицию Откуда Мы Идем Вероятно Приведет К роковым И трагическим Последствиям Из-за Социальных Конфликтов И явной Агрессии Сил Зла Нет Уже Того Состояния Откуда Мы Пришли И Вероятно Никогда Уже Не будет А теперь Вопросы Барабанная Дробь Что является Той Пружиной Которая Позволит Совершить Прыжок И определить Злые силы Куда Должен Быть Совершен Этот прыжок И вопрос До кучи Насколько Глубоко Сила Зла Позволит Восстановить Наследие Предков Кому Вопрос Ко мне Да Естественно Начинаю Отвечать Значит Пока Вы читали И я еще Тут Читал Параллельно Конечно Автор Значит Очень много Информации Здесь выдал Если разбирать Те посылы Которые он дает И подробно Но это Минут 15 Наверное Поэтому буду Отвечать Наверное Коротко А теперь Вопросы Что является Той пружиной Которая Позволит Срешить Прыжок И опередить Злые силы С моей точки Зрения Такой Прыжиной Являются Являются Знания Правильное Мировоззрение И понимание Процессов Которые Происходят Потому что Без знаний Без Четкого Мировоззрения И понимания Нельзя Нельзя Действовать Иначе Действия Будут Ошибочны Второй Вопрос Куда Должен Быть Совершен Прыжок Прыжок Должен Быть совершен На Если так Можно Выразиться Был Точнее Направлен На то Чтобы Раскрывать И Объяснять Потому что В предыдущих Вопросах Вернее О писательной части Этого Вопроса В кавычках Автора Там поднята Куча проблем От Правильного Понимания Кто мы Такие Где Произошел Человек А произошел Он Не на этой Планете Как он Развивался Какова Какова Реальное Понимание И соответствует Ли это Реальному Пониманию Человека Об устройстве Мира Окружающей Среды Вселенной И куча Других Вопросов То есть Здесь Автор Поднял Нормально Так сказать Поднял Системный Вопрос Который Включает В себя Множество Других Вопросов А именно Мировоззренческие Вопросы Значит Как устроена Жизнь Причем На большинство Этих Вопросов Современная Наука Не дает Ответа То есть Где Произошел Человек Есть Точка Зрения Инопланетного Значит Появления Человека А Принято На земле Точка Зрения Что мы Произошли Это Безьяны Есть Представление О том Что Вселенная Безгранична Существует Много Миров Они Населены Об этом Писали Еще в Старые Времена Многих За это Сжигали На кострах А современная Наука Считает Мы Одни Во вселенной И только Только Начинает Поднимать Вопрос Вопрос Как Произошла Жизнь Вообще Во вселенной Что Такое Органическая Жизнь А современная Наука Не дает На эти Ответы Я могу Еще Перечислять Как Написал Автор Вопросов До кучи И последнее Насколько Глубоко Силы Зла Позволят Восстановить Наследие Предков А это Будет Зависеть От нас О том О чем Я говорил То есть Как Грамотно Компетентно Доказательно Мы будем Восстанавливать Наследие Предков А Позволят Ли Не позволят По-моему И решается Автоматически Если мы доказываем Разрешение На это Спрашивать Не у кого Мне кажется Все гораздо проще Как в анекдоте Про козла Ты козел Уже съест Да съест Да он съест Да кто же ему даст Так Здесь Очень просто Врагов Вообще Не считают Врагов Бьют Это первое Наше Знаменитое Высказывание А второе Если Вы все время Себе относите К побежденным К тем Ничтожным Сущностям И существам Которым Надо Постоянно Спрашивать Работать Перед своим Хозяем И спрашивать Разрешение А не дозволит ли Барин мне Сделать этого То тогда И барин Будет вас Тягать Плеткой И гонять Вас Как ни по никому И на этом Все закончится Если же Вы хозяева На своей земле Если вы Понимаете Кто вы Вот тогда И спрашивать Вы не будете Никого Разрешение Чтобы знать Свое прошлое Знать Свою культуру Строить То общество Которое Необходимо Вам Вашим Родичам Для жизни По законам Иконам Которые Дали вам Предки По По Конам Законам Конам Исконам И так далее По тем Правилам Которые Всегда были Генетически То есть По роду Близки Нам всем Вот и все А до тех пор Пока вы Не хозяева Ну и будете Искать Того Кто Для вас Хозяин Рабы Всегда ищут Хозяина Они могут От одного Уйти к другому Но все равно К хозяину А не стать Самому Хозяином Вот и в этом Проблема Поэтому Включайте Здравомыслие Начните Элементарно Понимать Кто вы На земле А потом Уже будем Разговаривать О более высоком Следующий вопрос Задет Клим А можно добавить? А давай Так Ну вот К вопросу Тоже Опять же Кратенько Абсолютно Значит Куда Должен быть Совершен Этот прыжок В сторону Практического Свойства То есть Практических Действий Связанных С изменением Мировоззрения А Мировоззрение Должно быть Основано То есть Возвращение К реальным Представлению О природе И человеке Причем Стоит Скажем так Наверное В первую очередь О человеке Потому что Именно Эта область Тщательно Обходится Стороной То есть Природа Человека Непосредственно И Что это Дает Ну Во-первых К вопросу О том Какая пружина Позволит Совершить Прыжок И опередить Злые силы Это правда То есть Вот это пружина То есть Настоящие Факты Данные О том Что происходило Это Работает И Благодаря Вот этим Фактам Вот даже Благодаря Одной Экспертизе Велесовой Книги Рушится Целая Система Нагромождения Вот этой Лжи И фальсификации Она Просто Рушится То есть Невозможно Аргументировать Против Того Против Тех Фактов Тех Исследований Которые Сделала Группа Клёс Это Я просто Пытаюсь Охарактеризовать Как же Все-таки То есть Сам процесс Вот этого Перехода И Наконец К вопросу Насколько Глубоко Силы зла Позволят Восстановить Наследие Предков Здесь Стоит Вопрос В том Что Силы зла Они Не Не обладают Безграничными Возможностями Они Создают Видимость То есть Вот эти Силы Они Как бы Выглядят Сильными Только За счет Видимости А Возврат К настоящему Пониманию И к знаниям Даст Возможность Преодолеть Воздействие Этих сил И Это Это Уже Происходит Кстати Об этом Говорил Николай Викторович Левашов Ну Я там Дословно Цитату Не помню Что Именно Просил Зла Ну В общем Приблизительно Я передал Ну Что ж У нас Музыкальная Пауза Подошла Благодарю Тебя За Столь Интересный Комментарий Я хочу Вот что Напомню Что Сегодня У нас День рождения Гагарина Юрия Алексеевича Известно Что Гагарин Первый космонавт Который Находился Как раз В первом Отряде Космонавтов И Первый Отряд Космонавтов Как-то Очень Любил Песни В исполнении Толкуновой Носики Курносики Сопят Давайте Эту песню Послушаем Насладимся Красивой мелодией И хорошим Исполнением А потом Продолжим Отвечать наши вопросы В эфире Народная Славянская Радио Ответы На вопросы Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном Славянском Радио Напомню, что По современному календарю 9 марта 2016 года Среда По одному из старинных Восьмой день Месяца пробуждения Природы 7524 лет И пятница Методы фальсификации Предметов культуры и искусства Такова тема Сегодняшнего живого эфира Главная ведущая Фиденко Леонид Григорьевич И Тяжлов Юрий Алексеевич Напомню, что Леонид Григорьевич Автор книги Планеты лжи И многое Из этой книги Уже упоминалось Ее можно приобрести В интернете Говорят, там Даже где-то можно скачать Не пробовал Не проверял Но, во всяком случае Вот такая информация есть Итак, мы продолжаем Отвечать на наши вопросы Вернее, не наши вопросы На вопросы наших радиослушателей Которые поступили из чата А можно буквально секундочку Да, пожалуйста Я как раз хотел цитату Привести Но ее на память не вспомнил Вот Николай Ильич В последнем вращении к человечеству Так написал Очень, на мой взгляд Важная цитата Мнимая сила зла В его наглядности Для большинства тех Кто не понимает И не может видеть Происходящего На других уровнях Высшая же сила Проявляется в ее Гармоничном Бесполезном Безболезненном Влиянии На какие-либо процессы Происходящие в природе И в человеческом обществе Поэтому, когда зло Демонстрирует силу Оно само понимает Что сила его мнимая Но рассказ об этом И есть глобальная тайна Публикации которой Они боятся больше всего Замечательная цитата Хорошо Благодарю за цитирование И теперь напоминаю Что у нас осталось полчаса А вопросов много Поэтому предлагаю Не растягивая ответы Перейти к ответам на вопросы Клим задал вопрос в эфир Из Переславля В сети была информация Что Тартария С буквой Р Это результат перевода С английского У них Р Не читается А по-русски первоначально Говорить надо Тартария Это, конечно, может вызвать Это, конечно, может вызвать Пуптницу с Татарстаном Но все же Нужно хотя бы акцентировать На этом А то страну своих предков Называем На манер врагов Ну, здесь что можно сказать Автор Значит Ссылается, что Значит В сети была информация Так Значит Ему эта информация Я понимаю Не нравится Ну Хочу прокомментировать То есть Это не результат перевода С английского Дело в том Что Тартари Называли Великой По-английски Грэнд Тартари Значит Называли Не мы В смысле Не наши предки Нашу родину А те Кто Со стороны И происхождение Русская земля Это была Великая Асия Она имела Также Название Рассения И другие Названия Вот Вот Какие Названия И Какое из них Первое Брать Ну Это надо Так сказать Удобно Неудобно Я считаю Здесь подход Это Неверный Теперь Значит Кстати Отражение Вот Именно Что Тартария Да Я в книжке Написал В этом Есть Такой В индийской Так сказать Философии Пишут Что Была Богиня Астарта А реально Это не Астарта Вот там Буква Лишняя Ас Это Бог Богиня А Тарта Тар Потом После Р Т Лишнее Убираем Получается Астара То есть Богиня Тара То есть Как Они поняли Индусы А Фальсификаторы Еще и Фальсифицировали Еще Мало того В Индии Ей приписали И сделали Из Хорошей Богини Богини Зла Понимаете Вот это и есть Фальсификация Теперь А по-русски Правильно Говорит Татария Вот как раз По-русски Неправильно Говорит Татария Потому что Я уже сказал Что Слово Татария Появляется В начале Своей лекции Как раз В 1810 году И Именно Вот на этих Значит Картах Которые Я привел В этом Значит Атласе Лисажа Там появляется Татария А Писали Тартария И говорили Тартары А кстати Татарами Еще совсем Недавно Татарами Называли Знаете как Бусурмания А не Татары Если кто-то Не знает А С моей точки зрения Откуда это идет Бус Я не знаю Что это Как трактовать А вот Урмания Это урманские Люди Так же Как урманские Горы То есть Люди Из-за гор Может быть Вот этих Урманских И еще Момент Татарам Татары Всех считают Тюрками А реальная Генетика Проводила Исследования И То ли Крымских То ли Астраханских Татар Их исследовали И там Определили Что у них Примесь Тюркской Крови Только Где-то 2-3% Все остальные Финно-угорские Племена Вот вам и Татары Юрий Что-то Дополнишь? Ну Здесь В общем-то Даже Все источники Ну Буквально Говорят Именно о Тартарах И о Тартарии Вот Западные Не только Западные Та же самая Ремезовская Летопись Поэтому Как бы Здесь Ну Достаточно Как бы Видите Там написано Что У Клима Что Перевод с Английского Это не только С английского В наших Источниках Тоже Тартария От себя Хочу Дополнить Во-первых Астара Существует Такая богиня Древняя Не только Астарта Но и Астара Скорее всего Да Здесь Разговор Идет Наверное Об одной Богине Но просто Где добавлен Почему-то Втесалась Буква Может быть Было Какое-то Сокращение Это первое Во-вторых Надо понимать Что На самом деле Встречаются Надписи Не только На английском Языке Там Французский И немецкий Встречаются Это второе И третье Всегда Иностранцы Писали Наши слова С искажением Но Всегда Писали С искажением Так Как они Пытались Воспроизвести Поскольку Буква Р Как правильно Сказал Клим Редко Произносится Правильно В иностранных Языках Или Подкартавливают Или вообще Она Игнорируется То Вряд ли Тот Кто Искажает Он будет Правильно Ну как сказать Вернее Добавлять Лишнюю букву Которую ему Очень трудно Произнести Тартария Да Тартария Он наоборот Постарается Без Ир Написать Так проще Татария Это Логично И просто Но почему-то Ир там Присутствует Казалось бы Люди Которые букву Ир практически Не произносят Они ее Почему-то Вписывают С какой целью Для чего Поэтому Давайте наоборот Смотреть Это слово Настолько Было У всех На слуху Настолько Оно Было Распространено Что Написать Его Неправильно Без буквы Ир Они просто Не могли Хотя И не Произносили Эту букву Вот этот Мне кажется Подход Более Логично Более Послушать Данил Я Я Я Его Последний Ир Не изучал Поэтому Комментировать Не могу Благодарю Понимаете Я могу Силы зла Успокоиться Или не успокоиться Ну как я Могу сказать Успокоиться Или не успокоиться Здесь несколько ответов Мой комментарий Мой комментарий Мой комментарий Мой комментарий Такой Что Конечно Если анализировать Те процессы Которые Так сказать Проходили И происходили И происходят Сейчас Последнее время Да То видно Что стремление Этой Группы Лиц И Кто ее Поддерживает Мировое Правительство Да И Кто их Поддерживает Видно Что Хотят И Не пытаются Успокоиться Чтобы Проработить Население И превратить Его В биороботов И разные средства Я могу здесь Приводить Очень много Примеров И Тем более Из близких Сфер Деятельности Которой Я сам Занимался Это Разработкой Полупринковых Приборов Так называемых Чипов По-английски Или кристаллов Которые Пытаются И сейчас И предлагают Вставлять Плоть до мозга Человек Понимаете Поэтому Идут на Всяческие Ухищрения И Паразитическая Система Под силами Зла Я считаю И подразумеваю Паразитическую Систему Которая Создана На планете И в основе Этой системы Паразитизм То есть Паразитирование На других Естественно Если Кому-то Приятно Паразитировать И так сказать Использовать Других Они будут Не прекращать Они этим Живут Понимаете И Мало того Они еще И многого И не понимают И Они хотят Превратить Население В биороботов Но тем не менее Из них Многие Сами Биороботы Потому что То что По крайней мере Заявляется Что Вот Наступит Там Определенная Эра И Земля Мы Землю Грохнем А Определенная Часть Из Нас Перейдет Там Будет Жить Без Тела Понимаете Вот На этот вопрос Дал ответ Николай Левашов В одной Из своих Лекций Встреча С читателями Юрий Пожалуйста Что-то хотел Дополнить Пожалуйста Так Ну Во-первых Они не успокоятся Вот Почему Потому что Это принцип Существования Вот Насчет того Что Хотят ли они Сохранить жизнь На земле Вот Они хотят В рамках Исполнения Своего принципа Существования Могут хотеть Могут не хотеть Вот Но Нам Будет очень плохо То есть Вернее Как Мы не узнаем Особо Если Все население Превратится В биороботов Успокоятся Они или нет То есть Уже Сама Ситуация Как бы С нашей Стороны Проиграна Вот Поэтому Скажем так То что Они Улетать Просто так Не собираются Вот Когда выйдет Межзвездные Пространства Если у них В руках Еще остаются Способы Существования Здесь На земле Поэтому Это как бы Такая Небольшая Характеристика Сил зла Вот Поэтому Надо из этого Исходить Вот Что успокоятся Скорее всего Они когда Светлые силы Победят По крайней мере На нашей территории А светлые силы Победят Когда Светлые силы Начнут Наконец-то Действовать А не просто Говорить о действии Говорить о том Какие плохие Темные Как они Нас прижимают Надо понять Очень простую истину Ничто не происходит Без воли богов Так вот На сегодняшний момент Воля богов Она проявлена В том Что Наконец-то Наступило Такое время Когда Умы Могут Свободно О чем-то Мыслить И мало того Мысли Эти могут Переходить Уже В действия Так вот Не просто Так было сказано Что наступило Утро с Варгой На самом деле Обратите Вокруг себя Внимание Многие люди Не зная Почему Вдруг перестали Делать то Что раньше Им казалось Нормальное Они делали Многие Начинают Задумываться О том Кто они На этой земле Почему Мы в такой Так сказать Неприятной Ситуации Теперь осталось Дело за малым Теперь осталось Дело Просто-напросто Осмысленно Здравомысляще Подходить К вопросам Действия И начинать Действовать Вот и все Темные Прекрасненько понимают Что как спали Светлые Так пришло время Убаюкиваться темным Но для того Чтобы спокойно лечь Чтобы их там Не передушили Озлобленные Товарищи Которых они дурили Столько тысячелетий Они сейчас идут На многие компромиссы Для того Чтобы остаться в живых Для того Чтобы поделиться деньгами Поделиться Какими-то Может быть Знаниями Что-то еще Так что имейте в виду Позиции сдаются И сдаются очень быстро И посмотрите Тот хаос Который сейчас творится Уже того управления нет Которое Было ранее А выживать им хочется Поэтому и устраиваются Вот эти вот Мелкие катаклизмишки Там Заметание следов Или чего-то еще Запомните Не надо думать о том Что кто-то вам сейчас Сдаст без боя Что-либо Они будут кусаться Будут грызаться Будут подкупать Будут там сулить Многие-многие Миллионы Миллиарды Просто не ведитесь на это Делайте свое дело Это все принадлежит нам Это все принадлежит нам По праву По наследию И не надо тут идти На какие-то компромиссы Брать из своего наследия Какую-то малую часть Наследие надо брать полностью По хозяйским распоряжаться Так чтобы и Это наследие увеличилось И становилось Более правильным Более красочным Более светлым И чтобы вы В этом очищенном виде Могли своим детям Передать и внукам А для этого надо действовать А не просто сидеть И размышлять Ковыряясь носу Что там происходит С темными С серыми С светлыми И так далее Просто определите На чьей вы стране Кто вы Да и действуйте Вот простой рецепт Вам для понимания жизни Для выживания Для начала А потом для существования Для жизни Давайте дальше Дмитрий из Донбасса Если раньше взглянуть Сирия Зачем-то террористами Нужно Нужно Уничтожить Древнейшую Признанную библиотеку В Дамаске Известная Пальмира Сюда же Еще ранее Взять музей В Каире Псевдореволюции Разграбили Да и уничтожили Еще раньше Багдад При поиске Химоружия Исчезли Доисторические Достопримечательности Из Вавилона А всплыли Отчасти Золотые вещи В Штатах Еще раньше Афганистан Известная статуя Буды Уничтоженная С гранатометов Тоже всякими там Террористами Но это скорее всего Реплика Дальше Если хотите прокомментировать Если я дальше буду Я могу прокомментировать Ты автор Не задал вопрос Это на самом деле Реплика Но он прав Что это На самом деле так И Если вы прочитаете Книгу мою Да То там я показываю Что вот например В той же Сирии В Алеппо Там масса Очень много Я в книге Мало привел А там очень много Известных Старинных памятников Храмов И Там сплошная Ведическая символика Это все Так сказать Наши потомки Приложили руку Дело в том Что Понимаете Поймите простую вещь Что Фальсификаторы После того как Значит Победили Великую Тартарию Да Они стали Переписывать историю Вот и появились Великие Значит Цивилизации Вавилонская Значит Индийская И прочее Древний Египет Древний Рим Древняя Греция Это все сделано Для того Чтобы Затереть следы Великой Ведической Империи Понимаете И вот Выше перечисленных Значит Странах Которые мы привели И городах Да там как раз И находились Артефакты Которые подтверждают То что Существовала Ведическая империя Их в первую очередь Уничтожали Ведь они же сказали Что мы уйдем Но очень громко хлопнем дверь Вот сейчас как раз Такая ситуация Когда уже править Они не могут по старому Уходить приходится Но при этом Надо какие-то Свои позиции Сохранить Перед уходом Или там Перед уходом в тень Скажем так Поэтому уничтожается И талипа Которая была там сделана И то что там еще осталось От нашего ведического наследия Поэтому чем быстрее проснемся Тем больше Проще будет разбираться В том хламе Который они тут наворотили И в том мусоре Который они здесь устроили Проще будет разобраться Поэтому просыпайтесь Быстрее Да давайте уже хозяйничать Не будем там Ждать Когда с нас Благодать Господня Зайдет Юрий Что-то добавишь Или дальше пойдем Предлагаю дальше Потому что Все понятно Хорошо Дмитрий из Донбасса Кстати вопрос в эфир Известно ли С ведущим О крымских пирамидах О горея Бойко Что-либо Интересно Очень Неспроста В Крым Вошла С Крымом Вышла такая ситуация Да и немцы Туда стремились Ну если коротко Отвечать То известно Но если Чуть поподробнее То понимаете Пирамиды Они расположены По всей территории Земли И известно Для чего Эти пирамиды И когда Строились И какая Цивилизация Строила И значит Нужны они Были для того Чтобы стабилизировать Положение Земли В пространстве После того Как были уничтожены Две луны О которых Говорится В слайонаревских ведах Фата и Леля И Еще Если изучать Эти пирамиды Надо увидеть Что Огромное количество Пирамид Делались Совершенно По другому принципу Не В тех местах Где не было Камня Да То они Разводились Как бы с нуля Да А многие пирамиды Делались Используя Уже Имеющиеся Горные массивы Такие пирамиды Есть И В Крыму Есть И на Камчатке Есть И В Боснии И Рекомендую Кто интересуется Значит Посмотреть лекции Османа Альгича Значит По пирамидам И книги его Хорошо Ну Хочу добавить Еще Да Добавляй Не только Вопрос Пирамид Обратите Внимание Что Пожалуйста Керченский мост Сооружение Технологическое Технологическое Сооружение Найдено Да Вот Значит На Кавказе Там подземные Часть подземного Города Куда уже Спустились Там Какие-то Технологические Сооружения Пожалуйста Сидоров Вот этот В горной шории Это было Это все Нежилое было Сооружение Тоже Как бы Предположение Что оно было Технологическое Вот Уже Даже только Известных Хватает Там Для того Чтобы Представлять Масштабы Причем Как бы Скажем так Просто Сейчас Необходимо Это исследовать Потому что Как бы Там Ну мы Мы можем Представить Да Что где Сооружение Жилое Где Нежилое Вот Мы Со своими Как бы Со своим уровнем Понимания Мы это Прекрасно Можем Представить Потому что Отличаются В общем Нам осталось Только исследовать То что Найдено Даже Но я думаю Еще будет Найдено Хорошо Переходим Следующему Вопросу Вопрос В эфир От Олега Из Иркутска Последнее Верие Время В части Современного Общества России Произошел Мерный отвод Внимания От зомбоящиков И официального Радиовещания На сведения В интернете Об артефактах Истории Наследия Нашей страны И внеакадемическом Их вариантах Веское тому Косвенное Обоснование Привлечение К коммерческими Структурами Огромных ресурсов По распространению Рекламы В интернете Как по мнению С ведущих В связи с Просыпанием Сознания Народа Могут ли Остаться Невостребованные В ближайшем Будущем Теле-овидение Так на манер Деликатного Такого Изменения Слова Написано Теле-овидение И прочие Средства Массоинформации Это написано Так Дезинформацией Благодарю Ну Я бы ответил Так Что Зачем Делать их Невостребными Когда Лучше Их Перепрофилировать На Не на ту функцию Которую они Сейчас несут А на Просвещение Народа Просветление Знанием Давать Реальные Знания Так же Как и Средства Массоинформации Еще При Советах Многие Средства Массоинформации По крайней мере Частично Эту функцию Выполняли Сейчас Многих Передач Пример Таких Как В мире Животных Вы не увидите В прямом эфире Или Что где Когда И масса Других Которые были Весьма Интересными Для людей Которые давали Какие-то Пусть ограниченные Но все-таки Знания Сейчас вообще Эти Так сказать Виды передач Как Динозавры Исчезли То есть Вернуть Профильность Этим Передачам Которые работали Бо Вернее Передачам А Этим Средствам Массоинформации На благо народа Давать Познавательное И давать Знания Именно Правдивое Знание Тем более Что техническая Возможность Сейчас огромная Они Все больше И лучше Разворачиваются Но В следующий Новые технологии Мы тоже Используем О чем И свидетельствует Наличие Наше увещание Так Дальше Вопрос в эфир От Александра Назава Да Добавляйся Здесь вот Еще следует Обратить внимание Что Когда не было Интернета То И не было Возможности Донести То есть Как бы Вот У тебя есть Ограниченное Количество Средств Массоинформации Ну не у тебя А в государстве И все То есть Я помню Там распечатки Какие-то ходили Там и так далее В Советском Союзе Там О единоборствах Там Что-то там О аккультуре Вот И все А сейчас Это становится Возможным Делать И без Вот этого Телевидения Потому что Ну скажем так Во многом Оно превратится В развлекательное А люди Ищут информацию Поэтому этот Объем Еще надо Конечно Представить Но Информацию Люди В действительности Ищут И интернет Занял В общем Очень прочную Позицию В жизни Человека Потому что Вся информация Есть Значит Благодаря интернету Распространяются Книги В том числе То есть Вот Книги Которые По истории Культуре И так далее Вот Кроме этого Здесь Очень Как бы Вопрос артефактов Вопрос артефактов Ну Развитие Страны Даже В северный регион Любое Найденное Какой-то Артефакт Там На островах Там Еще где-то Он Он Будет Давать Возможность Подтверждения Того Что Это Русская Цивилизация То есть Владела Этими Территориями То есть И в принципе Тот же самый Сидоров Как Участник Член Русского Географического Общества Он открыто Говорит Что в принципе Есть интерес В подтверждении Того Что это Наши территории Северные Вот То есть Процесс Вот Он Такой Постепенно Идет И Можно сказать Что количество Артефактов Они уже Как бы так Перевешивают То что Возможно Допустить Количество Вот этого Материала Уже перевесило И благодаря Тому Что вот Даже Благодаря Этой Передаче Я думаю Что еще Люди Просто Получат Возможность Узнать Методы Фальсификации И найти Самим Подтверждение Прочитать Книгу Ленина Григорьевича И другие Книги И начать Искать Я думаю Что Он Будет Ити Постепенно То есть Он Настолько Резко Ити Не будет Но Как бы Этот Процесс Уже Идет Достаточно Серьезно Сейчас Мы перейдем К музыкальной Паузе Перед этим Скажу Теперь Много Людей Когда Слышат Такие Высказывания А кто Такие Были Славяне Барбары Варвары Говорящие На непонятном Языке Люди Второго сорта Будут высказаны Слышать То Наверное После Передач Таких После Просмотра Роликов В интернете Прочтения Каких-то Текстов В интернете Будут думать А кто Тот Кто Такие Слова Говорит Кто Он Вообще По Роду Откуда Он Взялся Почему Говорит Такие Слова Почему Такое Пренебрежение К тем Людям Которые Живут На столь Величайшей Территории Знаменитой Территорию У кого Такая Древность Величайшая Прошлая И так далее Уже С другим Подходом Будут Относиться А не просто Глядя В экран Или Что-то Еще Хлопая Глазами Хлопая Ушками От радости И пуская Слюни От восторга Давайте Приверемся На музыкальную Короткую Паузу А потом Дальше Продолжим Отвечать На вопросы Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Раде Напомню Что сегодня У нас 9 марта 2016 года Среда По одному Из современных Календарей По одному Из старинных Восьмой День Месяца Пробуждения Природы 7524 Лето Пятница Методы Фальсификации Предметов Культуры И искусства Такова тема Сегодняшняя Живую Федущее Феденко Леонид Григорьевич И главный Соведущее Еще один Тяжлов Юрий Алексеевич Планета Лжи Это книга Которой Мы сегодня Неоднократно Уже говорили Автором Который Валент Григорьевич И мы Отвечаем На вопросы Наших Радиослушателей Которые Поступали Во время Эфира В чате Сайта Народного Славянского Радио Следующий Вопрос В эфир От Александра Назарова Российское Географическое Общество Которое Поддерживает Путин Обладает Коллекцией Древних Карт Многие Из этих Можно сказать Что есть Определенный Прорыв В деле Восстановления Истинного Прошлого России Но Всякого Рода Историки Продолжают Теперь Уже Не отрицать Но Приписывать Изображенные На картах К известным Официальным Историческим Событиям Например К так называемому Татаро-монгольскому Игу Совсем Недавно Один Такой Историк В кавычках Объявился В эфире В эфире Рассвет Опроса У Пучкова Вопрос Заключается В том Что происходило Чтобы правда Хотя бы Существование Великой Аси Официально Восторжествовало И Когда это Может случиться Благодарю Ну Я Здесь Полностью Согласен С автором Значит Вопроса Да То есть Он правильно Констатирует Что Вопрос заключается В том Что необходимо Чтобы правда Хотя бы О существовании Великой Аси Официально Остржествовало И Когда это Может случиться Я думаю Это может случиться Тогда Когда Все Во-первых Действительные Или большинство Действительных членов Русско-географического Общества Начнут Так сказать Трудиться На этой Ниве И Доказывать Это По крайней мере Действует Так как Действует Сидоров Который Является Членов Русско-географического Общества И В том числе Зависит От Многих Других И в том числе От авторов Которые Пишут И Так сказать Пытаются Переконструировать Страницы Прошлого Темного В интернете Ну И чем больше Таких авторов Будет И Тем быстрее Я думаю Эта ситуация Произойдет А это Реальная ситуация Это Возможно Воссоздание Ну Своей стороны Я Постараюсь Это тоже К этому Приложить руку По крайней мере Во второй книге Я Пишу Об этом Именно Из тех Материалов Которые Существуют И Сохранились И Которые Я не смог Еще Озвучить Сегодня А такие Факты Есть Надо Попытаться Воссоздать Значит Как раз Темную Страницу Прошлого Нашей Родины И Именно На базе Новых Археологических Данных Которые Постоянно Находятся Вот как Я приводил Пример Нашли Вот эти Сообщающие Сосуды Для Питьевой Воды Да А что Это Такое Территория Керчи Там Это Территория Малой Тартарии Понимаете А там Рядом И Пятигорья А тоже Отдельный Разговор На эту Тему И так же Использовать Новые Современные Данные И чем Больше Людей Будет На этой Неве Трудиться И Раскрывать Тем Быстрее Этот вопрос Легализуется А Что он Важный Да Потому что Россия Первоприемница Даже по Всем Так Существующим Законам Которые Есть СССР Развалился А Первоприемница Осталась Россия Спасибо Есть Дополнение Да Давай Кстати Если Как бы Наблюдательный Читатель Тот Кто Интересуется Он Может Заметить Что Про Эти Факты Не Говорили То есть Официальные Историки Историки Они Самый Лучший Способ Умалчивания Это было Полное Отсутствие Комментария И вот Когда Они Начинают Говорить Когда Они Начинают Приводить Аргументы В общем То У них Рушится Ну Вернее Не Рушится Они Не Могли Аргументировать Сейчас Начинают Говорить Вот В Этой Ситуации Ну Во Первых Они Рушат Самый Эффективный Способ Защиты Своей Теории Да Потому Что То есть Они Пытались Как бы Изобразить Это То Что Ну Какие-то Энтузиасты Там Пытаются Что-то Исследовать Это У них Ничего Не Получается А Сейчас Когда Они Начинают Говорить В общем То Их Можно Анализировать И взять За язык Вот Поэтому Это Значит Уже Прогресс Определен Потому Что Уже Они Не Могут Не Говорить Уже Столько Информации Значит Какой-то Порог Эта Информация Произошла То Я Считаю Что Это Положитель Вот А Что Необходимо Необходимо Это Мы Как бы Вот Этим Трудом И добиваемся То есть Информируем Людей О Настоящей Истории О Настоящем Прошлом Вот И Чем Больше Людей Будет Информировать Даже У себя На Площадке Квартирной В общем-то Тем Этот Процесс Будет Быстрее Развиваться Вот А Когда Это Может Случиться Случиться Это Когда Скажем Так Произойдет Определенный Резонанс То есть У людей С тем С Таким Количеством Фактов То есть Такой Порог Будет Перейден Когда Их Представление Они Просто Уложатся Еще Пока Что Сумбур Определенный Но Вот Эти Действия Историков Дипломируемых Я думаю Они Помогут Как Говорил В одной Наших Передач Когда Учитель Учитель Ученик Спросил Долго Ли Ждать Мне Хорошего Изменения Учитель Сказал Ждать Можно Бесконечно Вот Если Начнешь Что-то Делать То Это Хорошее Наступит Скорее Так Что Действуйте Действуйте Время Пришло Сейчас Все Дороги Открыты Все Пути Открыты Никаких Нет Для вас Препонов Все Зависит От вас Дальше Миколаевич Затув Вопрос Здравия С ведущим Как Воины Руси Осеняли Себя Тремя Или Двумя Перстами Об этом Уже Говорилось Но Можно Буквально Там Одной фразой Да Видимо Не сначала Николаевич Слушал Передачу В самом начале Я Когда говорил Трехлистники Я Сказал Это То есть Они Обряд Значит Когда шли на бой Они Произносили Значит Слова За честь За совесть За веру И Значит Касались Значит Поочередно Двумя Перстами Сначала Левого Плеча Потом Правого Плеча И Середина Лба И повторяю Что под верой Это Подразумевается Просвещение Просветление Знанием Вера Две руны Веда Тера Хорошо Следующий вопрос Отфир от Владимира Изматища Лен Григорьевич А какова вероятность Того Что случаи Упомянутые вами Это не подделки А просто случай Деградации Ученика По отношению К учителю Я в детстве Тоже изучал Нарочные часы С помощью кусачек Может это Не фальсификация Просто неудачная Работа ученика Или это Тотальная Деградация Общества Ну Здесь я могу Ответить так Что Надо говорить По каждому Конкретному вопросу Конкретного вопроса Я не увидел Поэтому рекомендую Прочесть книгу Там Вы все Увидите Своими глазами К сожалению Радиоэфир Нам не позволяет Продемонстрировать Пока Вам Эти Факты Которые там Приведены Там более 900 Иллюстраций Мог привести 5000 Надеюсь Что у нас Появятся Энтузиасты Которые помогут Организовать Видеовещание Это не очень Сложно сделать И тогда У нас будет Возможность Еще чтобы Главный Соведущий Транслировал Свои Какие-то Картинки Напрямую И параллельно Чтобы нашло И радио И видеовещание К этому Все идет Я уже Переговоры С несколькими Люми проводил И такие Предложения поступают Ну Может что-то Срастется От себя добавлю Здесь как раз Приводились Те примеры Которые Можно вот так Свести К очень простому Очень часто Дети рисуют В учебниках Наверное Знаете Да Особенно В начальных Классах И средней школы Младшая Средняя школа Когда открывается Учебник Там какая-то Фотография Какого-то Известного Человека И начинает Подрисовывать Усики Рожки Глазки Ну что-нибудь Такое Веселятся Дети Так вот Здесь Приводились Примеры Леонидом Регорьевичем Как раз Подобие Что-то Подобное Этому Когда Хорошая Картина Когда Хорошее Изображение Хорошая Карта Очень Качественно Выполнена И вдруг Вот такие Усики Подрисованные Рожки Шариковой Ручкой Словно Шариковой Ручкой Замазано Что-то Завозюканы Кляксы Поставлены Или Вырезанные Лошадки С одной Картины Перенесены На другую Картину То есть Нарисовать Нормально Не могли Или Как-то Коряво Нарисовали Когда Точка-точка Запятая Вышла Рожица Кривая На картине Рембрандта Грубо говоря Или Что-то Прилепили Калаш Какой-то Сделали Или Наляпали Что-то Вот из Этой же Серии Вот об этом Тут упоминалось Следующий вопрос Алексей Можно Я еще Добавлю Вот я Полностью Поддерживаю Ваши слова Дело в том Что Вот автор Задал вопрос К сожалению Я надеюсь Что Как сказал Алексей Что появится Скоро И Видео Возможности Тогда вы Все увидите Например Можно будет Показать вам Как Фальсифицируется И сфальсифицировано И доказательно Показать Потому что Там Можно Посвятить Полпередачи Одному Только Разбору Этого Факта Какого Именно Есть Так называемая Станция В Ватикане Где Рафаэлем Расписаны Они И там Известная Станция Которая Называется Школа Афинская Школа И Там Я готов Показать Как Фальсифицировали Произведение Великого Художника Рафаэля И Если я вам Покажу Реально Сейчас На экране Монитора Показал Мы сами Удивились И сказали Какой ужас Но этого К сожалению Никто Не Видит Я думаю Что мы Сделаем Проще Мы просто С соратниками Соберемся Где нибудь Встретимся И Сделаем Несколько Видеорепортажей Интервью Тоже сейчас Называется Где Подробно Расскажем С вашим Участием И покажем Все эти Ляпы И тогда Как раз Будет Некое Дополнение К нашему Сегодняшнему Эфиру Уже В Ютубе Выложим На нашем Канале И Будет Это Дело Распространяться По интернету Так Мне кажется Более Просто И Наглядно И Доступно Будет А эту Передачу Будем Считать Как Вступительной Для Будущих Видео Эфиров Видео Встреч Хорошо Следующий Вопрос От Ингварь Вопрос В эфир Существует Многая Версия О том Что Был Иисус Например Кто-то Называет Его Радомиром А вот Некий Еврей Открытым Текстом Писал Что Мы Называем Богом Человека Из Их Народа Подскажите Где Именно Фальсификация Я Только Сейчас Проскочил Смотрел Другой Вопрос Извините Вопрос В эфир Версий На самом деле Есть Много Но Я Об этом Говорил И Еще раз Повторяю Настоятельно Рекомендую Прочесть Замечательнейшую Книгу Которая Называется Откровение Светланы Левашовой Там Столько Интереснейших Вещей Написано О фальсификации Как Фальсифицировали Как Уничтожали Аристократов Как Эти Процессы Шли И в том числе Впервые В мире Вот Понимаете Светлана Левашова И человечество Должно быть Благодарна За то Что Она Открыла Им Эту Эти знания О родомире Только лишь За это Одно А сколько Она еще Другого Сделала Поэтому Чтобы Долго Не Говорить Пожалуйста Возьмите И прочтите Эту книгу Можете Ее найти Даже Можете Скачать Ее Бесплатно В интернете Следующий Вопрос От Игоря А есть ли Ссылки На интернет Ресурсы Ватикана Которые Вы посещали Благодарю Да Конечно Есть Они до сих пор Действующие Просто наберите Там Допустим Я вообще Могу Конечно И ссылку Дать Но это Мне сейчас Надо Поиск А Сделайте Поиск Значит Какие Слова Ключевые Ну Ватикан Точно Там Наш Новый Ватикан Да Но Это Понимаете Это во-первых Сайт На английском Языке Поэтому Поиск Надо делать Тогда На английском По русски Я не знаю Найдете Вы Или Найдете Давайте Делаем Проще Я просто Вы сбросите Ссылку И я Размещу Ее Уже Не в Инонсе А уже В самом Эфире Нашем И в Тексте Так что Если Получится То мы Разместим Только Не забудьте И тогда Все будет Нормально Виталий Вопрос В эфир Ведь Современная Академическая Наука Всегда Врет И Получается Какой Смысл Им Верить Риторический Вопрос Совершенно Верно Риторический Я его Не понял Ну Во-первых Не всегда Врем Вот И Это Хуже Если Всегда Врала Тогда Было Бы Проще Раз Поняли Что Врет И Все А тут Получается Как бы Очень Аккуратно То есть Полуправда Это Самая Такая Опасная Ложь В общем-то Которая Заводит В тупик Всю Цивилизацию Вот Это Вопрос Касается Академической Науки Но Надо Все Проверять Надо Образовываться Имеется Ввиду Расти Вот Ближе К Правильному Пониманию Процессов Изучать Вот Ну Система Не дает Вам изучать Но Тем не менее В этом В этом Изучении И Есть Правда О реальности Окружающей Которая Позволяет В общем-то Совсем По-другому Взглянуть На Окружающий На окружающий Вас Мир И процесс И в общем-то Получить Осознание И понять Вот С какой Точки Зрения Вы Готовы К ним Подходить С точки Зрения Светлых Сил Или Заканчивающих Своё Существование Темных Извините Да Олег Григорьевич Пожалуйста Юрий Алексеевич Не докончил А я оборвался Я Если Не риторический Я могу Ответить То есть Какой Смысл Им верить Ну Юрий Алексеевич Правильно сказал Что надо Не верить А проверять То есть Вот Я Не скажу Что я много Чего проверял Ну например Я Когда учился В институте Там проверил Формулу Значит Плотность тока Я Поскольку Полуприняковой Микроэлектроникой Занимаюсь То есть Интересовала Физика Да то и проверил Проверил Увидел Что Значит Как движутся Электроны Значит И там Скорость Несколько Миллиметров В секунду Понимаете Ну Вот И Дальше Делайте вывод Верить А значит Надо Чтобы в чем-то Разобраться Надо обязательно Значит Разобраться О чем Скал Юрий Алексеевич Поэтому Старайтесь Разбираться Первое Что Я Знаете Когда Я увидел Что я что-то Накопал Дальше Возникает вопрос Ага Я Это вижу Вижу ужас Количество фактов Огромное Вижу фальсификацию И Сразу Мысль Возникает Так А ты Парень Не того ли Может у тебя Ку-ку Начинаешь Проверять На ком Проверять Идешь К друзьям Начинаешь Общаться С ними Но Предварительно Прежде чем Им что-то Выкладывать Тебе же Надо Обосновать То что Ты накопал Поэтому Надо В любом Случай Сначала Изучать И не жалеете Своих друзей Ох Не жалеете Что проверяете На них Это все Так ведь Можно всех В психушку Отправить Крыша Съедет Ку-ку Начнется У всех Ладно Следующий вопрос От Владимира Изматич Лен Григорьевич Сейчас существуют Технические средства Позволяющие Делать копии Различных объектов А раньше Их не было Не допускаете ли вы Что фальсифицированные Предметы Это не фальсификат А просто Не один Не очень Удачные копии Выполненные Под конкретные Требования заказчика Не допускаю Дело в том Что Понимаете Я в книге Показываю С помощью Технических средств С помощью Тех же Тех же программ Графического редактора Разные там Фотошоп Или ACDC Или другие какие-то И Вы смотрите И видите Что это Неудачная копия Это фальсификат Когда Извините Во время Так называемой Папской Церемонии На гравюре Значит Которая проходит Сикстинская капелле Где в это время Все люди Знаете Сейчас даже Находясь Сикстинской капелле Когда идет Экскурсия Там запрещено Разговаривать А во время Папской церемонии Какие там Мог быть Разговоры Хождение И все А на гравюре Изображено Как Кто-то Пытается Перелезть Через это Ограждение При этом Хватающий Блюститель порядка Хватает Этого Нарушителя За руку И у него Рука Оторванная Остается В руках Ну Как же Это Не видно Что это Фальсификация А удачная копия Это Полный фальсификатор Вот посмотрите Почитайте книгу Там увидят Там Есть еще Другие примеры Может быть Просто Такие нравы У них были Хватит За руку Оторвал Да и все Че с ним Разбираться Ладно Николай За этот вопрос В эфир Как вы Относитесь К исследованиям Склярова И его команды По изучению Древних Архитектурных Памятников Положительно Отношусь Так сказать Неположительно Отношусь К выводам Которые они Приходят И к их Нежеланию Исследовать Древние Архитектурные Памятники На территории России Понимаете А Трактование Практически Они Не дают Понимаете Существовала Цивилизация Высочайшего Уровня Развития До которой Нам идти И идти И замыкаться Что Как делают Многие Из команды Скляров В том Что вот здесь Бетон А здесь Не бетон А пилы Это Нонсенс Так нельзя Подходить У такой цивилизации Масса Было И других Средств То есть Высочайшая Техническая Культура И она Располагает Высочайшая Техническая Культура Позволяет И располагала Многими Так сказать Техническими Решениями При возведении Тех же Архитектурных Памятников Не говоря уже Других Хорошо На самом деле Я задавал вопрос Лично Андрею Склярову О том Что Почему вы Не исследуете Вот то Что находится У нас Те же самые Соловки Север Сибирь Ну как-то Внятного Ответа Я не получил Все Больше Тянет В теплые Места Может быть Там Природа Красивее Может быть Позагорать Там Удобнее Я не знаю Ответа Я четкого Не получил И вопросы О нашей древности Там Гиперборейских Каких-то изучений Что-то и чего Все сводилось к тому Что ну это Скорее всего Подделки Скорее всего Этого ничего и не было Это так Разговоры Одни вымыслы Которые не так давно Появились Ну аж там О каких-то Ведическом наследии Это Вообще Разговор был Сводился к тому Что да нет Это все Подделки Давай об этом Не будем говорить Хорошо Следующий вопрос От елки И заключительный уже вопрос Сегодня же наш эфир Как раз Три минутки остается Здравия Трехлистник Случайно Это не клевер Символ очень похож Ну похоже Что вот елка Кто себя позиционирует Под этим ником Не слышал Или не слышала Начало передачи То есть Я говорил Что трехлистник Это Реальное растение Которое Так сказать Могли определять Только ведуны И волхвы Ни В коем случае Не клевер Поскольку клевер Тех Так сказать Положительных Факторов Влечения Раны Проще Не дает И Близко Не похож Хорошо Ну что ж У нас есть Такая традиция Когда в заключении Мы подводим Этоги эфира И желаем Нашим радиослушкам Что-либо хорошее Доброе себя Я предлагаю Юрию подключиться И как-то от себя Подвести черту Что интересного Было в эфире И на что следует Обратить внимание И пожелать Что-то хорошее Спасибо Ну Конечно Я знаю Определенное количество Фактов То что Леонид Григорьевич Писал Леонид Григорьевич Еще не писал В книгах Вот Это Небольшая часть То что было сказано В нашей передаче Я надеюсь Нам удастся Еще передачу Провести Уверен В том Что нам удастся Сделать Видеоматериал По материалам Леони Григорьевича По книге Планета лжи И Вот эти Вот то что было сказано В общем-то Оно заставляет задуматься И Эту информацию Нам нужно распространять Потому что Эта информация Является И дополняющей И Такой Очень Важной Доказательной Информацией Которая возвращает Правду Которая В общем-то Необходима И вопрос Отношения К окружающему миру Он должен Основываться На правду И Мы тогда Сможем Очень многие Процессы Осознать И Дать Это сознание Другим людям В общем-то Правда-то Одна И поэтому У нас В прошлом Было единое Мировоззрение И поэтому У нас Было Очень Такое Правильное Понимание Без всяких Наворотов Без всяких Таких Наносов Каких-то В окружающем Мире Вот Только это Позволяет Это знание Только это Позволяет Иметь Возможность Противостоять Темным силам И В общем-то Очень успешно Потому что В одиночку Это нельзя сделать А коллективно Когда все Осознают Я могу Привести пример Например Решения В прошлом Принимались Не просто Большинством Голосов А единогласно По каким-то Очень серьезным Вещам Почему Потому что Было единое Понимание То есть Добивались Именно того Что было Единое понимание В обществе И у тех людей Которые принимают Решения О том Что Что такое Что произошло Вот Я думаю Что мы К этому придем В том числе Благодаря передачам Народного Славянского радио Игорену Григорьевичу Я хочу еще раз Отдельно Отдельную Благодарность Передать И радиослушателям Которые Внимательно Слушали Задавали Вопрос Вот Вот Это самое главное Потому что Радиослушатели Это те как раз Люди Для которых Мы трудимся Для которых Мы создаем Эти все передачи А то Что будет расширяться Формат вещания И скорее всего Видео Появится Временем Надо Лжи И манипуляция Сознание Поколения Будут возможностей Будет передачи Будем раскрывать Эти передачи И как Вывод Благодарю Внимание Радиослушатели Народа По старому И по современному Календарю По одним из старых И одному из современных Календарей Мы рассматривали Тему Методы Фальсификации Предметов Культуры И искусства Главный С ведущей У нас был Феденко Леонид Григорьевич И Тяжлов Юрий Алексеевич Также напомню Что книга Планета Лжи Сегодня была Основой Для нашей беседы Леонид Григорьевич Автор этой книги И мне остается Только с вами Со всеми попрощаться Поблагодарить еще раз За участие И пожелать вам Всего самого-самого доброго С вами был Народно-славянское радио И Алексей Орлов Желаю всем добра До новых встреч Услышимся Народно-славянское радио Для пытливых умов Субтитры создавал DimaTorzok